Привет, дорогие друзья! Намасте! Мы с вами в прямом эфире, сейчас люди присоединятся, и мы сегодня с Димой Владимирским, моим учителем, другом, наставником, будем разбирать такую тему, как феномен энергетического оргазма. Что это такое, как это работает, может ли любой человек к этому прийти и так далее и тому подобное. Поэтому мы сейчас подключим к Диму. Долгожданный мой! Привет! Рад тебя видеть! Звук нормальный? Взаимно! Да, всё шикарно! У меня как? Нормально? Привет-привет всем! Итак, я очень рад тебя видеть, очень рад сегодняшней теме. Тема «Феномен энергетического оргазма». Мы с тобой ещё в Киеве это много обсуждали, потом много путешествовали, исследовали эту область. И сегодня хочется поделиться, что же это такое, каждый ли человек может ли его испытывать и так далее и тому подобное. А для тех, кто не знает, хочу тебя немножко представить. Это Дмитрий Владимирский. Это мой учитель, друг. Это человек, который исследует область сексуальности, ну, наверное, всю свою сознательную жизнь. Человек, который учился у многих великих людей этой планеты. То, что связано с тантрой, энергопрактиками. Чему ты ещё учился? Давай немножко тоже про себя расскажешь. Основатель зимних пляжей в Киеве, основатель нудистских движений. Ну, в общем, у тебя очень большой опыт. Расскажи немножко про себе и начнём переходить. Я, короче, хочу сказать, поблагодарить тебя за эту идею. Замечательно. И само собой сказать про тебя, что также благодарность, что я тебя бесконечно люблю, что я тебя считаю своим родным братом и самым близким другом вообще во всей моей жизни. И я всегда всем рассказываю, что у меня есть друг, который является самым лучшим мужчиной всех, что я знаю. Это однозначно ты знаешь, что это без всякого преувеличения. И я бесконечно рад тебя наконец-то видеть, потому что... Ну, мы периодически видимся в интернете, но я имею в виду в таком большом диалоге, скажем так. Про себя рассказывать... Да, рассказывать, наверное, проще в Инстаграме почитать про меня, потому что там достаточно большой список всех моих событий, скажем так, жизненных учителей, проектов, которых я делаю в большом количестве. Ну, да, ты прав абсолютно с тем, что в том, что я в первую очередь связываю свою жизнь. Это уже давным-давно стало моей миссией. И когда мы с тобой об этом общались, и когда мы с тобой хотели сделать общий проект еще пять лет назад, когда ты уехал из Украины. К моему огромному сожалению. Ну, ничего, все впереди. И так вот, так или иначе, да, вся моя жизнь связана с вопросами, которые так или иначе касаются секса, сексологии, сексуальной грамотности, принятия себя, развития тела. И все те проекты, которые я делал в своей жизни, их было большое множество. Они были все очень успешными, такими взрывающими, тусклую повседневность нашей жизни. Нас очень много писали, и писали все мировые агентства несколько раз про наши выходки, поступки и проекты и тому подобное. Но, суть не в этом, я хочу тебе о другом сказать, что я тебя, наверное, я тебя специально не предупреждал. Я тебя, наверное, сегодня очень сильно удивлю, потому что тема нашего разговора вроде бы, как считается, эзотерическая, потому что оргазм энергетический. Все же касается эзотерики, шизотерики, все же касается духовных аспектов. Но вот это как раз тот вопрос, почему мне захотелось, когда ты предложил сделать эфир, о том, перенести немного, вот, допустим, тебя, конкретно тебя, в мою новую реальность. То есть, я изучаю сексологию, ты знаешь, уже 7 лет, как стал сексологом. И что очень сильно изменилось во мне за последние несколько лет, это то, что я стал изучать секс уже с научной точки зрения. С точки зрения нейрофизиологии, с точки зрения гормональной системы, с точки зрения рефлексии организма, с точки зрения общей физиологии человека. То есть, я раньше думал, что все, что со мной, вот сейчас ключевая фраза, раньше думал, что все, что со мной происходит, это какие-то чудеса. Моя, вот, ты знаешь, о ком я говорю, та уникальная девочка, с которой у нас было там, у нее было 200-300, там, мы не считали эти оргазмы, потому что их невозможно было считать. И это могло продолжаться просто 5-6-8 часов. Я думал, что это какое-то чудо. Вот это главное, зачем я такой, для тебя сюрприз подготовил, я тебе специально об этом не говорил. За последние несколько лет я стал изучать, как сексолог уже, как ученый, как исследователь. Я не ученый, конечно, но как глубокий исследователь, я каждый день продолжаю обучаться. Я постоянно читаю огромное количество научных уже исследований, понятно, что и эзотерических, и тантрических, я уже, сколько, 12 лет так подаю тантру. Само собой, это главная любовь в моей жизни. Но при этом, при всем, я перешел немножечко и на другой уровень исследования секса. И вот эти вот события, точнее, мои знания последних двух лет, привели меня к совершенно иному пониманию, что ничего здесь волшебного нет. Поэтому, что все то, что происходило со мной, с моими девчонками, их было около, наверное, около двух десятков девочек, с которыми у меня были. Вот те самые энергетические оргазмы, о которых мы сегодня будем говорить. Ну и про первую девочку, точнее, про самую мощную девочку, которая как бы является ориентиром. И я всегда считал, что это какое-то чудо, что это какое-то уникальное, случайное стечение обстоятельств, что она, как говорили наши друзья, самая мощная на территории СНГ в плане тантры и энергетики, что я такой мощный, мы сошлись, и у нас произошло какое-то феноменальное слияние, и это повторить невозможно. Так вот, я тебе сейчас говорю, что последние два года я работаю как раз над этим, и сейчас я пишу как раз программы, которые касаются мощных оргазмов, энергетических, мегаоргазмов, как я их называю. Эта программа у меня будет называться, ты, может, уже видел, окситоциновая вагина, то есть уже даже в самом названии, есть понимание того, что это все не чудо, это все с учетом развития современной нейрофизиологии, современной науки. Сексология тоже развивается, психология тоже развивается, не перестаю удивляться, как психология, постоянно появляются какие-то новые терапевтические методики, связанные с сексом. Одна из них сексуализация, это тоже отдельный эфир можно сделать, потому что это то, что меня в этом году вообще накрыло, это новая американская, западная, скажем так, вид психологической сексуальной терапии, которая просто взорвала мне мозг, понимаешь, это отдельный эфир можно сделать по этой теме. Так вот, я понял, что изучая нейрофизиологию, я понял, что это все никакое не чудо, никакая не шизотерика, все наше тело всегда, наши тела всегда подчиняются без исключения. Законом... связь пропадает, нет? Все нормально? Ты меня слышишь? Наши тела полностью подвержены, все-таки, в первую очередь, законам природы, законам физиологии. Они подчинены, подчинены, или как сказать, соучастники работы нашей прекрасной, в первую очередь, нервной системы и, самое главное, гормональной системы. Вот про гормональную систему, в первую очередь, наверное, мы сегодня будем говорить, потому что все, что связано и в том числе с энергетическими оргазмами, и с мега-оргазмами, ну, я называю мега-оргазмом, это физиологически, сексуальный, ну, в прямом смысле, то, что все подразумевают под словом оргазм, потому что для многих людей тема нашего сегодняшнего эфира, она вообще неизвестна. Для тебя она понятна, мне она понятна, что такое энергетический оргазм, какой гигантской силы он бывает, насколько он может быть сильнее, чем, извините, девчонки, вымученный обычный женский оргазм. Так вот, и та, и другая сфера, она напрямую подчинена законам природы. И у каждого человека, вот ключевое, к чему я хочу с самого начала привести свою мысль, что у каждого человека это может быть. По статистике медицины, это официальные данные ВОЗ, официальные данные сексологии, только 0,7% женщин на этой планете, 0,7% не могут иметь оргазмы из-за физиологических врожденных каких-то нарушений, нервной системы, каких-то еще систем. Все остальные женщины могут иметь оргазмы, но при этом 30%, около 30% только на планете женщин регулярно имеют оргазмы. Ну и из них, из этих регулярных, опять же, процентов 80-90, это вот эти вот маленькие, вымученные, вынужденные, с огромным трудом вымученные и мужчины, и женщины, и вот эти вот оргазмы. Поэтому так. Давай начнем с того, что, то есть мы пришли к тому, что энергетические оргазмы, то, что происходит, просто оно еще не описано, не изучено, и сейчас оно потихонечку начинает переходить с разряда эзотерических каких-то там, что-то там, почувствуете какую-то энергию, которая там где-то берется, куда-то там уходит, до физиологических процессов, что это вот так, потому что меняется определенный гормональный фон, навык управления телом, телесная осознанность и так далее и тому подобное. Давай мы, чтобы эфир был продуктивный, я буду задавать наводящие вопросы, и мы не будем их разбирать, да, и поговорим с самого начала, что же такое является энергетический оргазм, и чем он в первую очередь отличается от физиологического, обычного того оргазма, о которых, ну вот, все привыкли себе его представить, да, есть мужской оргазм, и в этом вопросе уже есть такая загадка, фишка, особенность, потому что энергетический оргазм может быть отдельно энергетическим, никак не связанный, это вот этот вот духовный тантрический оргазм, который никак не связан с сексуально-физиологическими переживаниями, о которых мы все прекрасно имеем представление, то есть мужское семяизвержение и женский физиологический сексуальный оргазм. Но энергетический оргазм может быть совмещен со всем этим, так же, как и физиологический оргазм, он может быть слабой силы, сексуальный физиологический оргазм, он может быть слабой силы, и может быть мегаоргазмом, я это называю мегаоргазмом. И показатели вот этого мегаоргазма физиологического, они очень схожи с энергетическим оргазмом, понимаешь, поэтому здесь можно реально голову сломать, если человек не испытывал это сам на себе, или если это мужчина, допустим, который не видел рядом на своих руках такую девочку, потому что мы в первую очередь говорим про женские, конечно, оргазмы, хотя про мужские я сейчас тоже скажу, то если человек не видел, то в этом можно просто запутаться. Поэтому здесь такая вот, ты правильно абсолютно сказал, поддерживаю твои слова, что только сейчас люди, исследователи, ученые, прогрессивные, их очень мало, прогрессивные сексологи или психологов тоже нет таких, начинают приходить к началу понимания, разделения всех вот этих вот процессов. И чтобы, ну да, закончить этот вопрос по поводу того, что и у мужчин, конечно же, тоже бывают энергетические оргазмы, они, энергетический мужской оргазм, в принципе, вообще не связан с семи извержением. Но опять же, тут же, опять же, нужно напомнить, многие этого даже не знают, что мужской оргазм и мужское семи извержение, ты как никто другой это знает, потому что у тебя прекрасные программы по этому, по этой теме, это совершенно разные вещи. Но до сих пор многие люди, женщины, мужчины делают круглые глаза, когда ты им об этом рассказываешь, что семи извержение и мужской оргазм, это совершенно два разных физиологических процесса. Поэтому, чтобы дать определение, ты спрашиваешь в этом вопросе, что такое энергетический оргазм, если говорить уже конкретно про описание его, про физиологию его, про то, что наблюдается с человеком в этот момент, это, конечно, в высшей степени духовное переживание. Эйфория. Это сумасшедшая работа тела, в том плане, что это могут быть очень яркие судорожные какие-то рефлексии, это может быть очень яркое подобие того, что испытывает женщина при сильном сексуальном физиологическом оргазме. Это очень яркие переживания, это состояние измененного состояния сознания, тавтология, чтобы было понятнее. Эйфория, я уже сказал. И, само собой, вот тут мы опять подходим к тому, с чего я начал. При всем при этом, я только последние годы начал это понимать, изучая это очень дотошно, что в том числе и вот этот вот сумасшедший энергетический оргазм, о котором мы с тобой говорим, который знаешь ты, который знаю я, ну, в данном случае, это все равно, Данил, это работа гормональной системы. Без гормональной системы, без нервной системы, то есть изначально это как, не было бы дров, это бы печка не горела, не было бы подачи топлива, не было бы, точнее, в машине шлангов подачи топлива, никакого бы движения у этой машины бы не было, понимаешь? Поэтому, в любом случае, основа всего этого, это физиология. Но вопрос в том, что энергетические оргазмы, вот уже еще более точно отвечаю тебе на твой вопрос, случается у тех людей, которые прошли достаточно большой путь духовного развития, физиологического развития, и самое главное, у тех людей, которые исследуют секс, в любом случае, в той или иной степени исследуют свою сексуальность. Да, бывают люди там, конкретно тантристы, которые закрыты от секса и тому подобное, но в любом случае, у этих людей уровень свободы, уровень территории их внутреннего расширения, он намного больше, чем у обычного, я не буду говорить на кого-то, таких людей огромное количество, чем, допустим, у меня 15 лет назад. Я буду говорить про себя, чтобы никого не обижать. То есть мой секс 15 лет назад, до начала развития в танте, в сексологии, в изучении принятия собственного тела и тому подобное, это был примитивнейший секс самого среднестатистического мужчины. Поэтому вот так вот такой длинный ответ, что такое энергетический оргазм, потому что здесь огромное переплетение, это винегрет, это просто винегрет из состояний. Ну, давай мы немножко соблюдим, вот было понятно, много описательных, да, сузим это до какой-то... Навык. Конечно, навык. Это навык, да, нашего организма, который подается команда изнутри на возможность... Перехода состояния в другое качество сознания и где есть возможность через, ну, мое наблюдение, через расслабление, то есть команда плюс расслабление... Наработанный, очень важно наработанный. ...энерго наработанный, да, когда дырки уже... Да, когда дырки плюс-минус уже закрыты, есть чему оргазмировать, да. И вот такой хороший пример, я сегодня рассуждал на эту тему, с чем это вот... Как это переживание может быть вот выразить для вот простым совсем языком. И у меня пришло такое описание, что когда мы делаем физиологически быстрые движения, ну, например, мы бежим по дороге и потом в какой-то момент быстро, резко останавливаемся и переводим нашу... Это же энергопотенциал, который мы разогнали в нашем теле. Благодаря крови, благодаря определенной гормональной системе, там же адреналинчик. И когда мы вот что-то делаем, превзнемогая себя, да, и фокус внимания перенаправляется на внутрь и расслабляется. И вот этот энергопотенциал, он начинает в виде нервных сокращений и расслабления определенного состояния взаимодействовать с физиологией, с органами чувств. И вот это вот судорожное, как бы, переживание оргазма, да, оно может случаться при определенной команде, имея внутренний потенциал, то есть простроенную телесную осознанность, что я умею управлять своим телом, я могу включать, выключать, давать ему команды, что-то с ним делать. И то, что ты вот вначале сказал, тоже хочу немножко подрезюмировать, да, что когда мы имеем обычный оргазм, физиологический, как его еще называют, да, и мы к нему делаем до настройку, до стройку, имея навык управления телесной осознанностью, управления своим телом и наличие энергетики, этот оргазм не то, что он чуть-чуть увеличивается, он расширяется в квантовых размерах в зависимости от качества и умения вашим управлять вашим телом и сознанием. Абсолютно все верно, только я бы добавил еще два момента. Один-два момента я немножко бы изменил, не когда случается оргазм и мы довключаем, а тут очень важно до оргазма создать состояние, если мы сейчас будем говорить, мы в первую очередь говорим, само собой, про женщин, об этом мы еще сегодня отдельно поговорим, почему все внимание должно быть в сексе женщин, но если мы говорим в первую очередь про женщин, то мы должны понимать, что женский секс и женский оргазм происходит только в голове, влагалище, клитор, все, что касается эрогенных зон, соски, ну их может быть миллион эрогенных зон, это всего лишь обратная рефлексия головного, спинного, короче, нервной и гормональной системы. Поэтому для того, чтобы создать предпосылки для мощного энергетического или мощного мегаоргазма физиологического, мы в первую очередь должны погрузить свою любимую девочку в состоянии два главных аспекта, в состоянии доверия и абсолютной безопасности. Только тогда ее мозг может потихонечку приходить в нужное состояние. Тут ты тоже очень важный момент сказал, хочу его расширить. Сейчас вспомню. По поводу настроек и усиления. А, по поводу усиления, что усиливать оргазм можно, мне понравилось твое сравнение про бег. У меня, вот я сейчас пишу эту огромную программу, я написал уже около, наверное, 40 способов возможного усиления окситоцинового влияния для того, чтобы блокировать кортизол в организме, выработку кортизола, усиливать выработку дофамина, усиливать выработку с помощью гипофиза, гипоталамуса, вот этих вот классных эйфорических гормонов. И я написал уже около 40, наверное, практик. Причем, чтобы ты понимал, все эти практики, Данил, их знает каждый человек. Просто он никогда их не связывал. И вот таким вот образом бег – это активная штука. Но я вот создавая эту программу, вот уже три месяца ее пишу про мегаоргазм, окситоциновую вагину, я написал около 40 практик, которые мы, большинство из нас, мы это в жизни, не то что проделали, мы это проживали, это часть нашей жизни. То есть без всяких активных действий, активных движений, без всякого бега, без всего остального, мы можем через психотехники, через NLP, через эриксоновский гипноз, это все, чтобы люди часто боятся этих слов, эриксоновский гипноз, посмотрите в Википедии, что это такое. Это осознанная, сознательная, сонностройка двух, если мы говорим про секс, открытая сонностройка двух личностей, я имею в виду использование эриксоновского гипноза или NLP. Это ни в коем случае не про пикап. Ты знаешь, мое отношение к пикаперам, я бы их убивал. Это люди, которые, я считаю, что их надо ловить, отстреливать, отвязать яйца и выбрасывать собакам, потому что эти люди портят просто всю женскую часть нашего человечества. Поэтому это вообще не про это, это про осознанное желание обоих любящих людей в паре идти в более глубокие процессы, и для этого есть психотехники, когда и женщина знает, женщина просит мужчину об этом, мало того, не просто она знает, чтобы он использовал эти психотехники, и когда люди используют вот такие психотехники, которые я уже перечислил, без всяких активных действий можно возносить свое состояние через окситоциновый взрыв до через привычку, вот вспомнил, что я хотел еще сказать, что ты очень круто подметил привычку, как ты сказал, навык, навык. И когда у людей нарабатывается этот навык, сели вы, допустим, первый раз на велосипед, три раза проехали в детстве, раз упали и поехали. И все, у нас уже навсегда в нашем теле зашита эта программа. Мы уже будем ездить на велосипеде, я вот на велосипеде ездил лет 10. Если я сейчас сяду, я сяду спокойно поеду. Если я сяду в 70 лет, я сяду спокойно поеду. Поэтому ты очень правильно сказал, отметил момент, что навык, здесь очень важный навык. То, что мы приобретаем уже, оно становится нашей привычкой. Мы все знаем, вот здесь хочу обязательно отметить, нас всех в детстве учили, что у нас есть физиологические привычки. Мы едим одной рукой, пишем одной рукой, занимаемся анонизмом одной рукой. Мы ночью встанем в абсолютно темной своей квартире, мы дойдем до туалета, не разобьем себе лоб, даже если будет полная темнота. То есть мы знаем про физиологические привычки. Но также можно воспитывать в себе вот то, что ты сказал, поэтому я хочу расширить эту мысль. Это очень важно для приобретения навыков такого оргазма. У нас у всех есть также ментальные, духовные, энергетические, эмоциональные привычки. Просто нам об этом никто никогда не рассказывал, не преподносил в такой теме. Вот велосипед, писать одной рукой, читать, есть одной рукой, понимаешь? То есть это все тоже можно в себе воспитать. И мы можем также энергетические, духовные, ментальные, эмоциональные привычки создать, запомнить. И получается тот навык, о котором ты сказал. И вот это для, вот эти три момента, которые я сейчас осветил, они бесконечно важны для и энергетического оргазма, и мегаоргазма физиологического, которые схожи между собой. Но если их еще и соединять, ну это вообще, это отдельная тема. Сразу скажу, с сексом при этом заниматься невозможно, физическим сексом. Да, я хочу немножко расширить. Благодарю тебя, вот очень крутой эфир в том плане, что мы дополняем друг друга, да. Тема такая вроде сложная, но простым языком вроде что-то становится понятно. Немножко хочу тоже подрезюмировать, да. Что это навык, который мы включаем в своем теле. И у нас есть, вот про оргазмы хочу немножко доразложить, да. Несколько видов оргазмов. Есть физиологический, это когда у нас сокращаются мышцы, вырабатывается определенное количество гормонов в определенном дозировке, да. Есть энергетический. Если энергетический оргазм наложить на физиологический, и его еще уметь им управлять, и его расширять, получается абсолютно другая энергетическая субстанция. И тогда получается физиологический плюс энергетический оргазм, это реально уже по состоянию духовное переживание, да. Или какой-то вот психоэмоциональный какой-то опыт, который сложно даже к чему-то привязать материальному. То есть он случается где-то там внутри. Плюс энергетический оргазм может случаться без физиологического, да. А вот в физиологическом я чувствую, что там есть какая-то часть энергетического все равно оргазма. может быть не в такой явной проявленной форме. То есть у нас есть физиологический, есть энергетический, и смысл всего этого действия заключается в том, чтобы усилить те эмоциональные близкие переживания, которые испытывают люди благодаря сексуальному взаимодействию. А мы еще берем два энергопотенциала разных по полюсности, мужчину и женщину, которые в состоянии управлять этими процессами соединяются, они получают еще большее переживание. И самое главное, что в этом всем простраиваются новые нейронные связи, близости вообще людей. То есть эти люди пережили какой-то совместный опыт, благодаря которому у них на уровне уже общения личностей уже все по-другому будет выстраиваться. И там уже нет абьюза, там уже нет каких-то вещей бытовых, простых, которые время от времени все равно люди на них натыкаются и в них втыкаются. И что-то я еще хотел сказать, дополнить, расширить. Даня, давай прокомментирую сейчас три слова. Скажи мне, пожалуйста, что... Даня, давай я три слова прокомментирую, очень важно. Дофаминовая зависимость, то, о чем ты во второй части своего последнего тезиса провозглашал, это дофаминовая зависимость. И это очень круто, это действительно... Смотри, ты сейчас, опять же, ты сейчас говоришь более на духовном, эзотерическом уровне. Я это подтверждаю наукой. То есть это дофаминовая зависимость. Это как мама, когда кормит своего ребенка. Часто девочки, мужчины обижаются, не понимая этого. Кстати, разваливается огромное количество семей. Она из-за выработки дофамина и других классных гормонов у нее происходит в какой-то степени... Ну, это не сексуальная зависимость, это слияние со своим ребенком. Мужа она перестает хотеть. И вот здесь тоже огромная проблема современных пар, что когда вы идете в рождение ребенка, вы должны этот вопрос обсудить. Это проблема и мужчины, и женщины. Кстати, оба виноваты, я именно слово виноваты использую. Когда они идут в этот процесс, почитайте хотя бы, обратитесь к психологу, сексологу, чтобы он вам подсказал, и вы должны заранее понимать, что вы будете делать, если на полтора-два года минимум у женщины возникнет слияние с другим существом, с маленьким существом, она не будет хотеть своего мужчину. И второй очень важный вопрос. Ты в самом начале своего последнего монолога, ты сказал о том, что есть энергетический оргазм и есть физиологический. Я вот из моего большого труда, который я сейчас делаю, программа по мегаоргазму, еще хочу разделить физиологический оргазм на составляющие. Без этого наши слушатели не поймут ничего. В самом начале ты уже улыбнулся, когда я сказал свою любимую фразу. Вот я физиологический женский оргазм делю примерно на пять составляющих. Первый – это, извините, девочки и мальчики, это вымученные, вот этот вот пчих, или как его можно назвать, когда ты спрашиваешь у девочки, или она сама не понимает, был оргазм или нет. То есть, ну, по большому счету, это не оргазм, это какие-то микро-впрыскивания окситоцина, дофамина, кровь, которая, ну, это в сравнении с мегаоргазмом, по исследованию ученых, это примерно в 50 раз меньше. Понимаешь? Второй уровень женского оргазма – это который хотя бы переходит в какой-то крик, если девочка еще хотя бы может кричать, потому что у нас с этим тоже очень мало свобод у девчонок, из-за, опять же, невежества их мужчин, из-за отсутствия поддержки, из-за отсутствия доверия, из-за отсутствия безопасности, из-за отсутствия потом коммуникации после этого. Третий уровень женского оргазма – это уже то, что переходим чуть-чуть ближе к мегаоргазму. Это сокращение влагалища, сокращение все, что связано с половыми органами, с маткой и хотя бы вибрация нижней части тела. Но это хотя бы какой-то начальный уровень уже вот того сильного мегаоргазма, при котором происходит выработка огромного количества окситоцина, допамина, блокировка выработки кортизола и тому подобное, когда начинаются эйфорические состояния. Четвертый уровень – это моя личная, что ты понимал, это моя личная градация. Это я сам придумал из своего жизненного опыта и сейчас создаваю эту программу. Четвертый уровень – это когда уже подключается верхняя часть тела, когда это, кстати, очень, это можно научить за 2 минуты любому мужчину и любую женщину распределять оргазм по всему телу, когда у девочки уже не только ноги дрожат, ноги, потому что таз как бы ближе к ногам. Девочка даже стоять на ногах не может, если это, допустим, попробовать её поднять после этого, она не может стоять на ногах, у неё ноги до такой степени трусятся, что, ну, ей страшно, она упадёт. Четвертый уровень, ещё раз говорю, это уже поднятие на всё тело распределения оргазма. Вот это у нас связано с очень мощным сокращением мышц, гладкой мускулатуры. А, кстати, опять же, от учёных добавлю, это то, что я изучаю. Сокращение гладкой мускулатуры мышц, влагалищ и всего тела происходит именно благодаря сбросу окситоцина. Поэтому, когда мы говорим про, извините меня все эзотерики, я сам в прошлом и тому подобное, говорим про какую-то энергию и всё остальное, да, на обычном физиологическом уровне, это выработка окситоцина, который влияет на сокращение гладкой мускулатуры. Поэтому можно говорить про энергию, можно говорить про духовное, но это настройка, которая появляется уже у более развитых духовных людей. Понимаешь? И пятый уровень оргазма, это то, что я вот наблюдал с моей, вот ты знаешь, о ком я говорю, с этой девушкой моей любимой, это когда уже происходит блокировка всего тела, причём она такая, эта блокировка уже, знаешь, я это называю словом «разнос» или «распит». Это когда блокируются работы трёх диафрагм в нашем телесном диафрагме, когда верхняя диафрагма блокирует работу лёгких, когда начинается остановка дыхания. Это достаточно уже такие серьёзные вещи. Я это называю дизельный двигатель. Я очень люблю поэтические сравнения, сравниваю, чтобы люди понимали. У тех, у кого были дизельные машины, у тебя наверняка их было огромное количество, ты, наверное, знаешь, особенно если машина уже не новая, если сильно нажать на педаль газа, что произойдёт с двигателем? Если подержать очень сильно на высоких оборотах, он начинает уходить в неконтролируемый набор оборотов дальше. И это приводит к сгоранию двигателя. Вот эти состояния, вот этот самый крутой мега-оргазм, который я наблюдался с моей любимой девочкой, ты знаешь, что я говорю, у неё такие состояния бывали очень частые. Вот это уже пятый, последний, самый верхний уровень мега-оргазма, когда окситоциновый вброс происходит такого количества, что организм уже идёт в неконтролируемое действие. Ты видел это и на самом тренинге, не то, что у меня с ней уже происходило за вашими всеми глазами, то есть в отдельных, скажем так, локациях. Это уже то, когда организм, он, да, в какой-то степени это выглядит достаточно сложно на это всё смотреть, но удовольствие у женщины, которое она при этом испытывает, его нельзя сравнить вообще ни с чем. По рассказам подобных девочек, это сравнить, правда таких девочек, но я знаю только две, то есть это одна на миллион, на десять миллионов, но опять же вернусь к тому, что я знаю, что это всё можно воспитать практически в каждой женщине. Вот этим я сейчас и хочу начать заниматься, обучать в первую очередь мужчин, в первую очередь мужчин, у меня на всех женщин не хватит, да понятно, и обучать этому женщин, понимаешь, к этим состояниям может приходить каждый. А теперь смотри, я, может быть, опережу твой вопрос, но это очень важно, потому что, чтобы я сейчас не бросил это рассказывать, и наши зрители не подумали, блядь, Дима там говорит, что это опасно и тому подобное. К чему это приводит? Открываем Википедию и читаем. Мощнейшая выработка в огромных дозах подобных гормонов приводит к резкому омоложению организма. Оно приводит к резкой регенерации клеток, к насыщению всего организма в результате работы, очень мощной работы гладкой мускулатуры, к прокравлению, к иннервации каждой клеточки нашего тела. Это сразу отражается на сгорании жиров, уходит лишний холестерин. За считанные недели у девчонок улучшается кожа лица. Это то, что сразу видно. Волосы, ногти и тому подобное. Я вот такие, знаешь, интимные подробности тебе расскажу. С моей вот любимой, когда мы занимались подобными практиками, назовем это так, у нее тело было до такой степени идеальное, мы в течение года этим занимались, это было абсолютное тело идеальной модели, у которой нет ни грамм, у нее вообще не было ни грамма жировых отложений. У нее, извини за интимные подробности, у нее все ее жидкости, ее организма были одного вкуса. Знаешь, какого? Вода. Как будто в водах и чуть-чуть сахара добавлено. То есть она, понятно, сильнейшие сокращения приводят к сильнейшей работе организма, которое ни в одном спортивном виде действия человека, это невозможно повторить, ни в каком виде спорта, ни в каком тренажерном зале. То есть включается абсолютно весь организм, от ушей до судорог ног и тому пальцев и тому подобное. Понимаешь? И за счет этого происходит мощнейшая проработка мышц всех тканей, плюс еще раз говорю, регенерация, уход абсолютно любых токсинов, шлаков и всего остального. И девочки меняются просто на глазах. Это невероятная красота, это невероятная сила тела, это невероятное состояние и само собой духовное состояние и состояние энергетического, ментального счастья, абсолютного счастья. Понимаешь? Я же говорю, вот ты ее просто облизываешь со всех сторон, везде. У нее вкус под мышками, на спине, на шее, где там больше всего, под грудью много пота выделяется, там ноги и тому подобное, влагалищи. Рот, вкус всех жидкостей один, вода, слегка сладкая вода. Понимаешь? Это то есть показатель того, что организм девочки приходит в состояние исключительного здоровья. И все это, Данил, это все подтверждается теми же, я не знаю, открывайте любые исследования, это исследование не про секс. То есть я имею в виду огромное насыщение организма этими веществами приводит ко всем этим процессам. Просто я впервые, ну один из немногих мужчин, который на своем опыте это запечатлел, прожил. Но я говорю, раньше я думал, что это чудо. Я думал, наше с ней слияние, это какой-то, я не знаю, мы какие-то космические люди, я не особо даже рассказывал, потому что, ну, многие видели, слава богу, у меня есть свидетели, 26 человек. Друзьям рассказывал, понятно, у кого, ну, я вызываю у многих людей доверие, само собой, как тренер, как учиться с репутацией. Люди верят, но по большому счету осознать это, это очень тяжело. Но я же говорю, есть научные труды. Изучайте, открывайте Википедию, читайте, что такое выработка в огромных количествах допамина, окситоцина и всех полезных гормонов. Как-то так. Вот это очень важно, что я хотел вообще сказать на сегодняшнем эфире. Ага, то есть, резюмируя, что сокращение, доказанный, ну, энергетический оргазм, да, тот, который проживает много людей там на тантрических семинарах и так далее и тому подобное, то есть, некое переживание и некие оргазмы, да, вот давай, это навык, который могут наработать люди. И я с двух сторон, через тело, навык управления, через навык управления телом, если я не чувствую зону своего тела, если мое тело находится в состоянии стресса, зажатости, я не могу... Какой бы не был мужчина, какая бы не была красивая женщина. Я не знаю, финансы, деньги, локации, Таиланд, это не работает вообще. Здесь это вообще не имеет никакого значения. Ты правильно сказал, два человека и абсолютное состояние отсутствия тревоги, вот самое главное. У женщин огромное количество тревог, у мужчин огромное количество тревог в сексе. Я ей не понравлюсь, а у меня сейчас не встанет, а я делаю что-то не то. У женщин, вот этих примеров можно привести 100. У мужчин 5, 10, 15, у женщин 100. И вот это все должно исчезать, понимаешь? И, конечно, опять же, возвращаясь к твоему слову, навык. Это очень круто, когда в одной паре, в любящей паре... У меня, допустим, смотри, сразу скажу, энергетический оргазм у меня были около 20 девчонок. Я шоу показывал, вот я когда-то рассказывал, на очень серьезных таких крутых мероприятиях, бесконтактного секса, с которыми я не притравлюсь к девочкам, доводил 2-3 девочки на расстоянии до 20-30 сильнейших оргазмов. Так вот, я тебе могу сказать, что все мои девчонки, у меня только была одна девочка, с которой я не занимался сексом. То есть, это должно быть обязательно духовное слияние, это должна быть огромная... Или любовь, или хотя бы влюбленность, или как минимум огромное влечение, симпатия друг к другу, в первую очередь через духовность, через сердце. Это не может быть спортивный секс. У меня, я не знаю, может кто-то такого и добивался, кто-то из мужчин таких результатов, с девочкой там, не знаю, на секс-вечеринках, и я в это не верю. У меня этого не было, и я в это не верю, потому что это только через сердце, через огромное желание дарить своей женщине, через огромное желание дать своей малышке абсолютно все, что ты только можешь дать и в плане духовного, ментального, физиологического, энергетического удовольствия. Поэтому вот эти два момента, ну ты их сказал, я их просто расширил. Это очень и очень важно. Отсутствие тревоги и... Что я там последнее сказал? Желание, огромное желание служить своей женщине. Основной постулат танк, ты помнишь, надеюсь? Молитвенное служение своему партнеру. Без этого никуда. И это есть только в танк, ни в одной философии, ни в одной религии. Я всегда на всех интервью это повторяю. Нигде этого нет. Есть это только в танк. Никто никогда к этому не пришел, кроме восточной мудрости. И при этом всем люди... Вот немножко хочу расширить, там что-то еще важное хотел сказать, чтобы углубить. Что все ли люди, да, вот к тому, что мы пришли, могут ли испытывать вот это по одиночке, да, либо в паре? В чем между этим отличие и все ли люди вообще могут испытывать этот одиночный оргазм? Да, очень сложный вопрос. Каждый человек может научиться. Очень сложный вопрос, потому что я могу говорить про себя и про своих учеников. Я могу говорить про тех, у кого это было, само собой. Про других людей я не могу говорить. Я не скажу, что это сложно, но если говорить про меня, ты знаешь, я соединил огромное количество духовных... В смысле, я прошел огромное количество образований самых разных. Начиная с обычной физиологии, телесориентированной терапии, кинезиологии, тета-хиллинга, там... Ну, 36 у меня в интернете это есть, в инстаграме это есть. Огромное количество навыков. Я их соединял и многие годы к этому шел. Мне Лев когда-то, мой главный учитель жизни, мой второй отец, Лев Петельников говорил, Дима, я пришел к этому за 30 лет, тебя я привел за 3 года, ты своих учеников будешь приводить за недели. Я тогда ему говорил, Лев, ты чего, ну, это нереально. Сейчас я понимаю, что благодаря тому, что эгрегор увеличивается... Представь, Лев этим начинал заниматься в 70-е годы, когда за это была статья. Ну, ты понимаешь, тантра, йога в Советском Союзе, это вообще бред. Я этим заниматься начал, когда чуть-чуть что-то начинало происходить. И набрал в себя огромное количество знаний, их как-то сублимировал, трансформировал, и у меня получаются такие результаты. Сейчас, с одной стороны, у наших свиного, у наших людей, которые нас окружают, знаний и возможностей еще гораздо больше. Но здесь есть один вопрос, ты спрашиваешь, могут ли все этому научиться? Мой ответ будет такой, еврейский, очень еврейский. Могут все, но для этого нужно очень сильно постараться. Понимаешь, найти или найти очень хорошего проводника, который, ну, к примеру, я говорю про себя, что я уже сублимировал все эти знания, и я людям выдаю... Вот, и следующий вопрос. Я людям выдаю готовый продукт без воды, понимаешь? Я не могу сказать, иди изучай три года кинезиологики, я изучаю, иди изучай танкру 14 лет, это невозможно, но я просто уже выдаю готовый продукт, который абсолютно чистый, без дополнительных каких-то огромных философий и всего остального. Этому можно научиться, этому можно научить любого человека. Но здесь очень много факторов должно быть совпадением, во-первых, ученика-учителя, и огромное количество факторов, которые будут в самом человеке уже, понимаешь? Ну, ты знаешь, наверное, о чем я говорю. Это чистое сознание, это отсутствие высокомерия, высокомерия вообще к окружающему миру, в первую очередь. К своим близким, к своей девушке, к своему мужчине, к своему учителю, ко всему остальному. То есть это должно быть чистое, как этот фильм назывался, «Сияние светлого разума», помнишь? Знаменитый американский, гольбургский фильм. «Ясное сияние какого-то светлого разума». Ну, короче, вот такое должно быть состояние у человека. Поэтому, с одной стороны, могут научиться абсолютно все, но для этого человек должен быть готов. Он должен уже представлять из себя открытое сознание, во-первых, и готовность идти в эксперименты без учета своих предыдущих жизненных событий. Потому что очень часто, когда мы идем, вот только вчера об этом в своей программе писал целый раздел, что когда мы идем и ударяемся обо что-то неизвестное, странное, запретное, сексуальное и тому подобное, мы это сравниваем со своей картотекой в мозге предыдущих событий, и у нас на уровне подсознания люди даже часто не понимают. Начинается ступор, отпор, понимаешь? Поэтому здесь должна быть совокупность многих факторов. Когда она есть, вот так тебе отвечают, человека можно научить за месяц, за две недели. Я думаю, что даже наверняка можно, особенно девчонок, научить этому за две недели. Понимаешь, с мужчинами сложнее, но с мужчинами я сейчас стал, я хочу больше работать намного с мужчинами, потому что я научу 10 мужчин, они могут научить по 5 женщин, уже будет лучше, понимаешь, чем учить одну женщину чему-то. И раньше я, ты знаешь, я в основном работал пока с девчонками, сейчас я очень много работаю с мужчинами, я, кстати, очень рад, что в Украине, по крайней мере, у нас сильно очень изменилось за последних полтора-два года, общество развивается на огромной скорости, несмотря на войну, на пандемию, на все остальное, и просто уже есть. Ко мне приходят мужчины с огромным запросом, я хочу развиваться, я хочу понимать это, я хочу делать жизнь своей женщины ярче, я хочу делать свою жизнь ярче, потому что, когда я сделаю секс моей женщины, ее удовольствия в тысячу раз больше, она мне вернет миллионы раз больше. Это то, о чем мы в самом начале говорили, об этом я еще отдельно, наверное, скажу, что почему мужчине это очень выгодно. Да, и благодарю тебя за то, что ты сказал, сейчас я немножко тоже переведу и на уровне эзотерики, что первое, без проблем не работает, но я это так называю, на уровне эзотерики, в том плане, что безопасность, да, и вот это вот чувство сдачи и возможность наслаждения в моменте часто всего зависит от женщины, а для женщины эти параметры очень важны. И поэтому, когда у людей изначально простроены точки взаимодействия их течения, их энергии, то есть включение друг друга на определенный гормональный фон, я вижу этого человека, я чувствую от него что-то, что-то у меня внутри происходит, происходит какой-то коннект. И это является базой и фундаментом, с чего можно работать, потому что можно работать, как ты сказал, с физиологией, чисто с физическими процессами, но оно работает, мы с тобой прекрасно знаем, не так ярко оно там работает, но это совсем-совсем чуть-чуть, и для этого надо сильно стараться. Когда люди встречаются в, имея навыки взаимодействия не только на уровне физиологии, но и еще на уровне энергетики, это решает и снимает огромное количество моментов, когда мужчина не понимает женщину. То есть благодаря считыванию и пониманию других уровней и позывов сигналов со стороны женщины, со стороны мужчины, у них упрощается в целом коммуникация. Следующее, по поводу гормонального фона, большого выброса дофамина, окситоцина и всего остального. То, что я вижу, чисто у меня нет научных доказаний, то, что я вижу реально после семинаров, после практик, что у людей, у которых не было такого опыта, потом появился такой опыт, у них много чего просто слетает, потому что это состояние возможно, когда мы отпускаем и позволяем своему телу, даем команду расслабиться и переводим его на другую чистоту. И в этот момент то, что мы, вот то, что ты сказал, да, якорили много неудачных опытов, там каких-то вещей, которые нам там было больно, а что-то еще, это все слетает, потому что не имеет никакого значения, просто вышибает как пробку. После энергопрактик, да, сейчас я добавлю, у людей ясное сознание тишины, потому что тело прожило определенный опыт, выработало определенные гормоны, психика перестроилась, и после этого случается состояние счастья. Я вижу этот мир таким, какой он есть. Я вижу своего партнера таким, какой он есть. Вот. И огромное количество претензий, обид, особенно если мы говорим в рамках семейной терапии, да, то, что возникает в моменте общения, причем неважно, даже не с этим партнером, что-то там намоталось, момент проживания вот этих вот состояний, это все как бы обнуляется, либо стирается, сжигается, ну, в общем, как это можно назвать, оно перестает иметь тот уровень значения, который имел до этого. Да, оно может снова триггерить, но уже как бы было телесно прожито и выведено через вот такое вот проживание, а телесно прожито и выводится то, что в данный момент находится в оперативной памяти, да, то, что всего, то, что в данный момент времени у человека, вот ему больше всего там тяготит, я тебе отвечу на первую часть с точки зрения как раз эзотерической, на вторую часть отвечу с точки зрения научной. Я вот, если ты спрашиваешь, как приводить людей к подобным состояниям, однозначно, в первую очередь, это телесно-энергетические практики, это то, о чем говорил, но я еще просто добавлю, что огромное количество, то, что сгорает и тому подобное, огромное количество блоков ментальных, которые остаются в нашем теле в виде зажатостей, кроме того, что девушке, допустим, нужно создать атмосферу доверия и безопасности, сначала нужно ее очистить, ее тело, потому что как бы ты не поместил ее на своих ручках, это сокровище, свою малышку, но если ты через тело не выбил, из тела, точнее, из тела, не выбил в результате телесных биоэнергетических практик эти все зажимы, то же самое работать не будет, поэтому я же говорю, к этому можно привести, даже за достаточно короткий промежуток времени, но у меня все мои программы начинаются, просто я везде пишу, сначала телесно-биоэнергетические практики, там их, на самом деле, их может быть около, я уже написал около, наверное, 30 отдельных видов, понимаешь, начиная с каких-то особых, необычных, массажей обычные вообще не работают, особых массажных практик и заканчивая какими-то специальными, там, у меня есть раздел секс-сенсорика, еще два года назад его написал, и вот, ты мне о нем, кстати, напомнил, про секс-сенсорику, давным-давно это, я начал ее сейчас восстанавливать, всю эту тему, что секс-сенсорика, это, я имею в виду, акапунктурные точки, работа, точно у меня еще учили, в десятом, в одиннадцатом году, я это вспомнил, это прекрасная тема, а второе, с другой стороны, я эзотерически подтвержу свои слова о том, что уже про сам оргазм, в мужском, и особенно в женском оргазме, я это, я очень люблю поэтические сравнения, так до людей гораздо быстрее доходит, я люблю короткие фразы, я ассоциирую женский оргазм, это как печь, сельская печь, в которую мы вбрасываем все то вот говно, все эти психологические травмы, блоки, я сейчас говорю про психологию, в которой, это печь, в котором сгорает все, вот эта вот выработка огромная, переходим на науку, огромная выработка гормонов счастья, она просто испепеляет в женской голове вот эти вот остатки всего того, что еще не выведено через тело, поэтому вот такой вот сильный тот оргазм, про который мы сегодня говорим, или энергетический, или физиологический мегаоргазм, или совмещение этих оргазмов, что делает секс вообще невозможным, ну, это уже другая тема, физический секс вообще невозможен, это является вот этой печью, в которой может сгореть абсолютно все, и как терапия, как терапия, я понятно, кто-то может сказать, что я там поведенный на сексе, у меня, да, я сам про себя говорю, 24 на 7, я живу уже лет 6, я живу 24 на 7 секс, у меня профдеформация, как говорят мои друзья, подруги, но при этом, при всем, я могу однозначно сказать, что нету лучше терапии для человека, чем правильная сексуальная жизнь с его любимым партнером, или партнерами, но это уже, это особая тема, с его любимым партнером, тут мы говорим про любимого, очень важно, чтобы человек, с которым ты занимался сексом, это был твой, абсолютно твое уединение, это очень и очень важно, потому что случайный секс, как многие девочки, там наберутся в каких-то философии, там кто-то там любит оральный секс, набирается от мужчин спермы, там восстанавливает свою энергетику, понимаешь, то, что сперма, если на то пошло, это главный переносчик венерических заболеваний, понимаешь, то есть без понимания всего вот этого вот, понимания работы и науки, и духовных процессов, понимаешь, это не работает вообще, тут должно быть сочетание огромного количества факторов, а черкнуть где-то там одну какую-то кусочек философии, черкнуть здесь второй кусочек философии, и особенно без подтверждения науки это вообще все не работает, понимаешь. Дорогой, спасибо тебе большое. Я немножко тоже сейчас вставлю маленькую ремарочку, расширю, что очень важный момент подбора жизненно совместимого человека, с которым у вас изначально уже что-то работает. вы его чувствуете, есть какая-то сонастройка, есть связь, есть определенная гормональная реакция вашего тела. И вначале, это даже не важно, на чем это выстроено, понятное дело, что на сексуальном импритее с детства, на поведенческих факторах, на каких-то психотравмах, почему меня эти включают, эти не включают, почему к этим тянет, и к этим не тянет. Вопрос в том, что вот то, что ты говоришь, любовь это важный компонент, любовь не... Я вставлю на секунду, я вставлю на секунду, любовь не как Шекспирт и не как Онегин, потому что вот эти вот, я абсолютно ничего против этого не имею, но это гораздо больше, чем вот эти вот сопли, к которым нас приучил, вот этот вот мир, понимаешь, зависимые отношения, вот ни в коем случае независимые, не созависимые отношения, любовь гораздо более высокого уровня, любовь как доверие, любовь как служение друг другу, и любовь как заинтересованное, помнишь, моя любимая фраза «Пределение любви», заинтересованное, деятельное участие в развитии объекта любви. Но это не про Шекспира и не про Пушкина. Боже упаси, извини, что тебя перебил. Да, 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 супер. Я вот как раз добавлю, а то там люди сидят, вот любовь, там оно что-то еще. Что такое любовь? Да, еще проще. Любовь начинается к любви к самому себе. Без принятия и любви к самому себе невозможно любить что-то, потому что у нас не встроена эта опция, у нас нет физического понимания, что такое любовь вообще и зачем она мне нужна. И поэтому истинная любовь рождается через любовь к себе. Когда поднимается любовь к себе, поднимаются запросы и планки на взаимодействие с другими людьми. Это уже не просто про там где-то, извиняюсь, перепихнуться на жаргоне, а это уже про что-то. Я действительно хочу найти человека, который будет соответствовать моей проявленной любви, которым я увижу себя и полюблю в другом человеке, чувствую себя, и буду это приумножать, развивать и делать из этого синергии. И вот как раз мы написали вот этот момент, он очень ключевой, любви, гормонального фона. По поводу любви, многие вот, у меня, по крайней мере, много запросов, а могу, отпущим, кстати, очень важно. Я уже в голову, я люблю двух женщин, да? Или, а вообще, да-да-да, что делать, говорят, две женщины? Смотрите, любовь, в какой-то момент мои духовные коллеги по цеху, назову это так, да, немножко с юмором, пришли к тому, что любовь, она генерируется изнутри. И в каком-то, в какой-то степени от многих я уже слышал, что, слушай, мы пришли к тому мнению, что я могу на самом деле полюбить, ну, практически любого, ну, вот так, гипотетически в вакууме, да? Понятное дело, что он мне не нужен, но у меня есть определенный запрос к тем людям, которые вообще в моем окружении находятся, да? Но гипотетически я могу любить листок, я могу любить детей, я могу любить мужа, я могу любить других людей, и это абсолютно нормально. У меня есть две очень мощных ставки, которые, ну, люди часто воспринимают очень с большой агрессией. Смотрите, друзья, многим может не понравиться эти слова, но они абсолютно логичны, и сейчас вы прочувствуете это. Во-первых, любой человек может любить, сколько может, если у тебя 10 детей, ты можешь любить все 10 детей? Помнишь, нам мама показывала, я не могу тебя любить меньше этот пальчик от этого? Мы можем любить 70 родственников, какая-нибудь там испанская, цыганская или какая-то еще семья, но тут даже не это самое главное, что эти слова мы еще смогут оспорить те, кто нас смотрит, но самое главное, поймите одну вещь, если человек обладает каким-то качеством, доброта, мужество, смелость, любую черту характера, которую вы возьмите, если он действительно ею обладает, она распространяется вокруг него на 360 градусов. Если я добрый, я добрый ко всем. Если я любвеобильный, я любвеобильность ко всем. Если я мужественный, я мужественный во всех ситуациях. У нас, говорю, мы общество вот этого Шекспира и всего остального, маразма, который создан так называемой культурой, понимаешь, которые нас погрузили, и мы даже никогда не рассматриваем на адекватность все эти созданные мифы, понимаешь? Если я умею любить, это не значит, что я, значит, целенаправленная любовь к одной Алене, Коле, если это качество есть во мне, вот то, что ты сказал, просто я говорю более жесткими и более понятными словами. Ты сказал про цветок, про листик, про все остальное. Если я умею любить, моя любовь, она на 360 градусов. Я не за то, чтобы мы там, не знаю, жили с шведскими семьями, для меня все равно семья, для меня пара это самое высшее, потому что только в паре можно максимально развиться, понимаешь? Но при этом при всем, но при этом при всем. Что-то? Ты слышишь? Но при этом при всем, к примеру, я беру себя, если бы я, сколько мне было, 20 лет, первая свадьба у меня намечалась, если бы я с 20 лет до сегодняшнего дня прожил бы с той девочкой, про которую я говорю, ну я бы точно не был этим человеком, понимаешь? Это смешно просто говорить. Мы развиваемся благодаря тому, что я всегда, в моих последних, одной из последних любимых поэтических сравнений Месси или Роналду. Если бы Месси и Роналду играл в своей дворовой команде против двух команд на этой планете и против 30 игроков, он никогда бы не стал Месси или Роналду. Месси и Роналду играли против тысяч команд и против десятков или сотен тысяч игроков. И благодаря тому, поэтому они стали великолепными экспертами. Мы все умеем готовить яичницу, но мы почему-то, мы все умеем, как мы считаем, готовить есть. Но почему-то, когда мы выходим из ресторана Мишлен, у нас глаза вот такие вот, понимаешь? Поэтому, как бы тут кто ни говорил, я же говорю, я за то, чтобы все составляющие были. И Шекспир, и Пушкин, и вся эта хрень, понимаешь? Но при этом, при всем, мы должны понимать, вот то, что ты сказал, любовь, настоящая, к окружающему миру, она может родиться, только если у тебя есть любовь к себе. А любовь к себе это наполнение, это исследование, это изучение окружающего мира, изучение себя. Поэтому, конечно, когда кто-то не понимает, как, допустим, мужчина или женщина может любить несколько человек, ну, мне кажется, я достаточно доходчиво объяснил, что если человек имеет какое-то качество, оно распространяется на 360 градусов вокруг него. Если я щедрый, я буду помогать твоей сестре, если она попадет в беду, моей маме, моей сестре, моей бывшей и тому подобное. Понимаешь? Если я добрый, ну и так далее. Понимаешь? Если я по-настоящему добрый, они, я должен любить пара, вот пара, пара, пара – это прекрасно, семья – это самое лучшее, что может быть на этой планете, но мы должны реально понимать все. Добавлю к твоим словам, да. Не забыл, что я хотел сказать по поводу... Окей. А по поводу сексологии настоящей, что то, что мы сейчас обсуждаем вообще с Димой, есть... Мы тоже являемся сексологами. Есть как бы наука сексология, которая изучает эти моменты, да. Откуда вообще у нас, вот, откуда у нас вообще знание про секс и сексуальность, да, где вообще это брали, как работает наше тело, что такое оргазмы, что такое, там, чем отличается здоровое проявление сексуальности от нездоровой. Это то, что у нас есть фильмы, да, а там любовь равно страдания, одно без другого, оно настолько тесно спрелось с этим, что уехав за пределы СНГ, и пытаясь послушать какую-то российскую музыку, вот у меня бывают такие настроения, ты не поверишь, и я слушаю, о чем там поют, вот вроде про любовь, вроде про счастье, боже, это кошмар, начали за здравие, закончили за упокой. Друзья, это про то, что мы переходим в другое качество и состояние, благодаря которому, развивая себя, развивая свою сексуальность, как топливый инструмент, определенный набор гормональной системы, это и выносливость, это и целеустремленность, это и до многого еще моментов. Убираем отсюда порно, как негативный инструмент вообще знакомства с сексуальностью и познания сексуальности, потому что оно к реальным действиям и к реальной жизни вообще ничего общего не имеет. Катастрофически. И при этом по порно живут 98% мужчин и 80% женщин. Потому что у них нет другого источника. Вот же порно, все хорошо, смотри, этот мужик только что ее так трахал, а чего тебе моя родная не нравится? Вот так вот. Я пытаюсь, это мифы, извлечение сексуальных мифов из головы мужчин и женщин, это сейчас тоже одна из основных моих техник на консультациях. Понимаешь, еще, извини, что я перебил, но сразу добавлю туда. Современные сексологи. Что такое современные сексологи? Карты Таро, Вумбилдинг, сосание резиновых членов, трансформационные игры для бабушек. Ты помнишь мою игру? Трансформационные игры для бабушек я называю. Что там еще? А, и порно. Понимаешь? Ну, они не советуют порно, но все, что по большому счету есть в сексуальной жизни современного общества, это вагинальный, оральный и анальный секс из порно. Но, вот добавлю тебя, в порно абсолютно нету. Прелюдии, блядь, по-другому не скажешь. Самое главное, что должно быть в сексе, это прелюдия. Как я говорю, у меня прелюдия начинается через 5 минут после окончания предыдущего секса. Если я знаю, что у меня секс будет через неделю, неважно, всю эту неделю я со своей любимой я живу в состоянии прелюдии. Она у меня мокрая, извини, все время, понимаешь? Она постоянно меня хочет. Если я даже знаю, что секс будет только через неделю, она будет эту неделю все мокрая, понимаешь? Этого порно вообще нету. Там сошлись, она на радостях сосет член, кстати, еще очень важный, я недавно писал эту программу, мужик типа, ну, мужик кончил, а все мужики, все уже знают давно, что все женщины обожают сосать. Я тому тоже, у меня отдельная работа, об этом есть, обоснования научные и тому подобное. Почему? Это от природы создано. Ну, это отдельная тема. И у них такая типа компенсация. О, ты же любишь сосать, я тебе дал член, ты же получила удовольствие. Это я веду к тому, что у мужиков порно это отсутствие прелюдии. Компенсация. Я тебя потрахал, ты пососала. И самое главное, в конце нету женского оргазма. В порно нету женского оргазма. Иногда я натыкаюсь на такие порно ролики, их, наверное, один на 30 тысяч, когда я вижу вот тот самый дизельный двигатель, о котором я сегодня говорил, когда девочка, одна девочка, допустим, 5-6, мужчин рядом с ней. Вот у нее иногда, я порно вижу эти состояния, когда вот это неконтролируемый мегаоргазм. Ну, это, во-первых, один ролик на 50 тысяч, а во-вторых, те люди, которые не видели этого в своей жизни, или мегаоргазм, или энергетический оргазм, о котором, ну, сегодня наш эфир, они просто не понимают, они думают, что это игра актрисы. Я вот только такие ролики, я с удовольствием их смотрю, я показываю на своих консультациях, что такое, ну, если это не с нами в сексе происходит, я показываю вот, вот что такое мегаоргазм. Понимаешь? Когда неконтролируемое состояние женского организма в результате колоссального впрыска окситоцина и всех остальных гормонов, и когда тело идет уже в неконтролируемый процесс навстречу радости, счастья и удовольствия. Ну, опять же, у многих людей начинается там, о, одна девочка, шесть мужиков. Ну, короче, вот начинается, опять же, мифологизация в голове вот этих вот своих тупых стандартов и всего остального, понимаешь? Поэтому современная сексология, я тебя полностью поддерживаю, это абсолютный мрак. Я живу карты Таро и игры для бабушек. И сосание резиновых членов. Это просто прекрасно. И вумбилдинг, вумбилдинг у девочек, Данил, сразу говорю всем, кто нас слышит, вумбилдинг категорически запрещен тем женщинам, у которого не было оргазма. Если вы еще, извините, не гармоничная, оргазмирующая, извините, не распраханная в хорошем смысле слова, своим любимым мужчиной и женщиной, если вы идете в умбилдинг, я вам гарантирую, что вы отдаляетесь от оргазма. Его можно вернуть, его можно получить впервые в жизни, но вы отдаляетесь от оргазма лет на пять назад. Это, ну, это идиотизм просто. Перекачивать мышцы влагалища, когда не раскрыта их чувствительность. Понимаешь? Да, дорогой, спасибо, спасибо тебе огромное. За вот именно этот комментарий к мужчинам это тоже имеет очень важное значение и тоже мужчинам я хочу сказать как и женщинам, так и мужчинам. Спасибо тебе огромное за перекачку мышц. Есть женский имбилдинг, есть мужской имбилдинг. Так вот, когда мы идем закачивать интимные мышцы, работать с все ЭЛК-мышцей, с ее частями, и мы не уделяем должного времени расслаблению этих самых мышц, то, что показывают на многих курсах, мы их закачиваем, закачиваем, мы вообще перестаем что-то чувствовать. У нас изгиб какой-то мышцы, гипертонус это называется, гипертонус, нету чувствительности вообще, точка. Да, когда мы начинаем закачивать еще больше эти мышцы, в которых и так чувствительности не было, мы их превращаем с мышц, наполненные калорийными полетами, витаминными элементами и всем остальным в жгут. Да, и там что-то чувствовать и чем-то управлять вообще не имеет никакого смысла, потому что оно неуправляемое, оно просто гипертонус и в такой степени, что уже совсем уже свернулось. И это же причина многих тех самых болезней. Поэтому наука сексологии, она многогранно состоит из многих элементов. И энергетический оргазм, изучение разных элементов, сонастройки вот этих вот всех, да, дает возможность нам получать от сексуальной близости, вот очень важно, не только физиологический процесс, я потрахался, галочку я поставил, да, три раза в день, у меня же моя женщина хорошая, а благодаря переживаниям, то есть секс это не цель, это инструмент для достижения определенных переживаний, которые, да, 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 это путь. И оргазм, вот основной момент, что почему ты хочешь сейчас пересматриваешь на то, чтобы передавать это мужчинам, но по сути дела это все для женщин, да, или женщина в этом является основным мотиватором. Сейчас немножечко маленькая ремарка, я проводил исследование, что заставляет мужчин вообще сексуально развиваться, и ты не поверишь, вот то мое видео было первое, мое вот осознание, то, что были, оно вот ничего не поменялось. То есть основным мотиватором для сексуального развития мужчины является женщина, но мужчина является источником условий для созревания вот этой вот сексуальности его женщины. Если он, как бы, дровосек забивает микроскопом гвозди, то тут ничего не раскроется. И у этой пары, ну, мало шансов гармоничного будущего, потому что они завернутся в проработки и в ментальные конструкции, потому что у этого всего нет переживаний и трансформаций как раз вот этих, о которых ты говорил, с духовной точки зрения, тоже есть, что женщина является как трансформатором по как бы изменению качества энергии. То есть, условно говоря, то, что было там физиологически и болезни уходят, и состояние меняется, и мозг чистится, ну, в общем, это благо. И мужчина создает вот эти условия. Если у женщины не будет безопасности, если у женщины не будет доверия к этому мужчине, ничего этого Машина не заведется. она просто не заведется, и дизельный двигатель, он вообще никогда, он в разнос просто не пойдет, понимаешь, потому что нету ставка. Вот и все. Я еще что хотел добавить по сексологам, забыл еще одну очень важную вещь сказать, что у нас сексологи, я с огромным уважением отношусь к мастерце Джонсону. Это само собой, патриархи наши и тому подобное. Но те самые, помнишь, я когда-то рассказывал, ты потом это тоже сам проходил, когда получал образование сексолога. До сих пор вся мировая сексология это семь листиков, семь упражнений мастерца Джонс от четвертого формата, которые, блядь, были сделаны 70 лет назад. И наши 99% сексологов работают пока, я не говорю, что это муть, это потрясающее упражнение. Но вот вы думайте, где еще, в какой сфере. Официально сейчас эксперты работают по практикам, созданным 70 лет назад. Понимаешь, вот это современная сексология. Когда вижу этих сексологов, когда с ними общаюсь, ну я тебя уже перечислил, карты 2, и подобная шизофрения, понимаешь, с фунбилдингом и сосанием резиновых штук, понимаешь, вот это вся сексология. Слава Богу, что я еще помню, когда я получал образование у тебя на глазах, помнишь, 7 лет назад, тогда уже потихонечку начинали говорить о танте. Понимаешь, не так, тогда вообще, не так, тогда вообще категорически сексологию и тантру говорили шизотерикой, какой-то бред, какие-то больные люди. Сейчас я продолжаю оставаться во всех телеграм-каналах вот той группы, где я занимался, других, у меня очень много сексологических дипломов, и уже сейчас там они наконец начинают понимать, что духовные практики, что тантра, что биоэнергетические какие-то вещи, это напрямую относится к сексологии, понимаешь, потому что еще 5-7 лет назад, я же говорю, они на нас смотрели, на тех людей, которые тантристы, сексологи, на каких-то извращенцев, вообще, зачем им выдавать дипломы, это аферисты, их надо посадить, или, не знаю, выгнать со страны, понимаешь, слава богу, что это уже начинает какое-то изменение происходить, и, может быть, скоро полностью с тобой согласен, что сексология немножко устарела, все идет вперед, мы подвержены, условия изменились, да, то есть те условия, которые были тогда, когда писались первые танкры, в то время, те условия, которые мы имеем сейчас, это абсолютно разные условия, это абсолютно разные люди, это разный менталитет, взгляд, и так далее, и так далее, благодаря которому мы все с вами пришли на эту планету Земля, и благодаря которому мы с вами сейчас общаемся, да, если бы родители им не занимались, ничего об этого не было, это основная функция, которая влечет мужчину к женщине, для того, чтобы создать, для того, чтобы создать определенные условия, и у пары был энергопотенциал, потому что я до сих пор искренне уверен, что какое-то время назад мужчину и женщину поссорили, и поссорили, как раз сделали так, что энергетика ушла от приумножения, возникновением патриархата, это произошло, я тебя понимаю, если ты говоришь об этом, когда мужчина узнал, что он тоже участвует в зарождении жизни, до тех пор, пока мужчина этого не знал, был культ женских богов, как только он узнал, что то, что с него выливается, является источником, в том числе, происхождения ребенка на этой планете, с тех пор женщин просто полностью поработили, и начался этот бешный, не хочу чего говорить, слух, жуткий патриархат, в котором мы до сих пор живем, где места женской сексуальности, по большому счету, нет до сих пор, потому что, если я сейчас буду перечислять признаки патриархата в современной жизни в любой стране, у меня займет это больше часа, когда мне больные мужчины говорят, сейчас равноправие, женщина имеет полное, такие же свободы, как и мы, я специально, я готовлю огромную программу, у меня там, у меня тысячи пунктов, Данил, который знает, каждый человек, насколько женщина, до сих пор ущемлена абсолютно в правах, да, в западном мире, Америка, Европа, Украина, у нас уже очень сильно все поменялось, ну, за последних 80-70 лет, но по большому счету, во всем остальном мире ничего не меняется, два факта, маленький факт, только 70-80 лет назад женщина стала принимать и то в некоторых странах решение сама, за кого она выйдет замуж, и еще 100 лет назад, посмотри голливудские фильмы, посмотри, подними документы, все остальное, возраст согласия женщины в Соединенных Штатах был 12 лет, 12 лет, понимаешь, 100 лет назад, в начале 20 века, о каком равноправии, о каком возможности женского проявления женской свободы мы вообще можем говорить с такими цифрами, понимаешь, мы живем в жутком патриархате, как было, так и есть, и мы удивляемся, почему вот так вот все. Давай немножко тоже дорасширим с позиции Таиланда и азиатского металлитета. Важный момент, что сейчас как это важен не модель, навязанная социумом, я просто изучаю, как бы, как бы мог выглядеть новый, современный институт семьи, и вот интересное наблюдение, что раньше институт семьи, институт семьи, это как, ну, некая шаблонная, да, модель, вот это отношение между, прежде всего, людей, противоположных, в обществе, да, и важно, когда, что происходит у вас внутри, и не важно, что происходит у вас вовне, о чем я, что мужчина создает условия для того, чтобы у женщины случилась безопасность и доверие, чтобы она раскрылась, и тогда женщина становится счастливой, радостной, оргазмичной, защищенной, безопасной, да, тогда в этом, на этом может строиться другое качество взаимоотношений, но не на борьбе и не по том, что я тебя выбрал, пошли в ЗАГС, потому что это мне выгодно. И вот это важный момент, что люди совпадают не все. Мы живем в мире, где у нас, казалось бы, безграничные возможности выбора партнеров. У нас есть Тиндер, Пьюр, у нас есть социальные сети, у нас есть вообще огромное количество всего, но все ищут своего партнера, все ищут Близнецовое пламя. Это навык перепрошивки того, что мы говорили с Димой в детстве, вот всего того, извиняюсь за выражение, говна, которое нам загрузили, и как на уровне двух людей я могу сделать, чтобы нам было хорошо. И когда эти люди перестают смотреть на концепции и какие-то для чего мне это надо, и разворачиваются друг к другу, что мужчина создает условия, чтобы женщина раскрывалась, его наполняла, и он становился еще больше, у большинства мужчин, а что, я подкаблучник, что ли? Это очень странно, но это все между собой очень связано, и мы приходим все-таки к тому, вот мои исследования пришли, что это некий союз в данном контексте определенных отношений, которые там будут какое-то время определенное, да, двух сознательно здоровых людей, адекватных, ну и желательно еще проработанных, чтобы не цеплялось оно все за другое, и имея в основе энергетическое соединение и возможность управления своим телом, оргазмом и проживанием своей сексуальностью, не будут люди ни от кого уходить, да, у них может быть в будущем будет много партнеров, но те люди, которые проживают именно с этим человеком, определенные состояния, определенные качества, уровень, после этого у них прекрасная прелюдия, когда женщина, она не выключается, и мужчина поддерживает ее в этом состоянии для того, чтобы они вместе потом же кайфанули, потому что у мужчины простроена логика, он понимает, что сейчас я сделаю вот это, вот это и вот это, и вечером нам вдвоем будет классно, и вот это соединение двух сознательных людей, основанных на базе сексуальности, естественного проживания, и это не про полигамию или не про моногамию, это вообще не про это, это про возможность проживать те состояния и то качество жизни, которые мы хотим, хотите полигамию, хотите моногамию, хотите безусловную любовь, безусловную любовь, да будьте счастливы, а счастье основано на тех принципах договоренности и энергопотенциале тех двух людей, которые соединяются в данное проживание какого-то количества времени совместно, и вот то, что мы говорили в самом начале, что есть с определенными людьми, уже изначально включаются определенные состояния, и если мы всегда будем двигаться из позиции недостаточности, мне не хватит, и этот сойдет подделаю там, подрихтую под себя, или что-то еще, не имея любви в базе внутри себя, не знаю, что такое любовь, и невозможно передать партнеру, что я, подожди, дорогой, я себя люблю, это не эго-конструкция, это любовь к себе, и мне бы хотелось вот такие условия для жизни, мне бы хотелось вот такие условия для чего-то. Ты как будто делаешь подводку под следующий эфир, потому что я тебе сказал. Ты еще не знаешь эту тему. Я тебе двух слов говорил. Сексуализация детской травмы психологической. Ты просто как будто знаешь уже эту тематику. Ты сейчас рассказываешь, это абсолютно новое веяние в западной сексологии, психосексологии можно так назвать. Это абсолютно новый вид терапии. Вот ты не зная его, ты сейчас практически ему рассказал, что люди, которые уже соединены в паре, исследуя друг друга, помогают друг другу поднимать детские травмы. Очень многие люди боятся своих детских травм. У меня в окружении огромное количество людей, которые боятся не говорить. Мои даже девчонки любимые, с которыми у меня были отношения, которые боятся вообще идти в детскую травму. Но это как, знаешь, это как у тебя, не дай бог, у кого-то есть гепатит, и он не хочет идти на обследование к врачу. Понимаешь? И он не понимает, что такое детская психологическая травма. Она есть у каждого, во-первых. Она есть у каждого. Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят, их может быть до пятидесяти. Их может быть, не знаю, сотня, может быть, есть такие люди, но они есть абсолютно у каждого. Даже если ты вырос в великолепной семье, у тебя был старший брат и младшая сестра, все, конкуренция включается, обиды. Они есть у каждого человека, который вырос даже в самой идеальной семье. Так вот, многие люди, боясь идти в исследование своей детской травмы, они как будто взяли вот этот корабельный канат, о котором мы говорили, ну, просто корабельный канат, и там еще десять якорей. И они идут по жизни вот с этими якорями, которые по песку сзади волочатся, за камни цепляются, и они не могут идти по жизни нормально. Что такое сексуализация? Ты вот сейчас как будто рекламу следующего эфира сделал, подводку, как на радио. А сексуализация – это когда два человека, то, о чем ты говорил сейчас пять минут, настолько уже близких, духовно открытых, которые позволили в первую очередь самому себе открыть свои детские травмы. Если я сейчас начну рассказывать. Хочешь, на моем примере, я уже открыт на сто процентов, я как коуч, это мое сейчас одно из самых главных направлений, я хочу учить, я уже три или четыре года, философия честности и искренности самим собой, это самое главное для меня. Если захочешь, на следующий эфир расскажу про меня, про все мои детские травмы, про все эти ужасы, которые у меня были, конкуренция, одиночество, номер два по жизни после старшего брата и тому подобное, отсутствие защиты, надежды. Я могу рассказать абсолютно просто, чтобы люди увидели, что это такое и как оно повлияло на мою жизнь, и как мы все с помощью сексуализации, неосознанно, интуитивно, все, без исключения люди, с помощью секса пытаются корявенько, кривенько, боком, раком решить эти вопросы, но решают их абсолютное большинство людей через сексуализацию. Сексуализация – это наделение эротическим или сексуальным контекстом каких-то событий жизни, в том числе детских психологических травм. И если я только прикоснулся сейчас к этому американскому открытию, ну в Америке это, естественно, сделали, я смотрю, Данил, там такие гигантские перспективы, вот то, что ты говорил, почему я сидел улыбался, когда два человека честных, когда она с ним открылась полностью, рассказала про себя, они, ну, скорее всего, с помощью опытного специалиста, эксперта, помогли раскрыть все свои детские психологические травмы. И если потом опытный специалист, эксперт помогает им наделить свою жизнь правильным, я это называю, зализыванием, решением детских психологических травм через сексуализацию, через сексуальные процессы, вот это то, о чем ты говорил в последнюю минуту особенно, то, что ты помнишь, то, что ты говорил в последнюю минуту, это просто космос. Я такого инструмента, да нет, ты видишь, у меня глаза загорелись, я такого инструмента, я вообще в своей жизни еще не встречал, при том, что у меня огромные инструментарии работы с людьми, понимаешь, такого кайфа я еще не видел, то есть людям можно помочь залечить все эти травмы, уничтожить детскую травму невозможно, сразу говорю, она с нами до смерти, но она поднимается заново, когда нам плохо, в серые или черные этапы нашей жизни. Но можно сделать так, особенно в паре, особенно в паре, один на одному делать сложно, но когда люди адекватные в паре, они могут помогать друг другу, я залечиваю твою детскую травму и ты залечиваешь свою детскую травму и я тебе помогаю, ты залечиваешь мою и помогаешь мне залечивать мою, то есть четверной такой процесс у меня с женой, допустим, и еще плюс к этому через сексуализацию, и мы создаем фееричную, точнее не картинку, реальность нашей новой сексуальной жизни, которая вовлечена в процессы залечивания этих детских травм, да нет, это пиздец, это просто у меня последних 3 месяца у меня просто крыша едет из-за этого, понимаешь, это я тоже и в этом плане и готовлю огромную какую-то, я еще пока не совсем понимаю в какой плане я это представлю как бы людям, но это возможности безграничные, у людей будет сказочный секс, абсолютно ровное психологическое состояние, полнейшее доверие, колоссальная любовь, потому что это открытость, полная открытость искренних друг перед другом, понимаешь. Единственное, конечно, условие, я всегда об этом говорю, люди должны быть более-менее одного уровня духовного и ментального развития, потому что если, условно говоря, абьюзер и молодая девочка придут ко мне, послушают, о, давай попробуем, ничего из этого не выйдет. Поэтому, конечно, здесь тоже нужны люди, которые оба примерно понимают о чем речь, когда им расскажешь, когда ты презентуешь эту, вот я хочу красивую презентацию сделать этого. И на примере себя опять же, захочешь следующий эфир проведем, я тебе такие вещи расскажу, что я недавно с Карпачевым, ну, знаешь, Димка наш, ведущий психолог страны, я с ним разговаривал, понимаешь, что он меня смел такими глазами, он об этом не знает, понимаешь. Детский психолог, который не знает даже про эту штуку, про эту новую технологию, это просто гигантская новая территория для исследований и для помощи людям, для терапии, и люди могут сами в этом вариться, сами дашь им инструменты, они просто поймут, как это делать, понимаешь. И свою сексуальную жизнь можно сделать, я не знаю, самым лучшим, не то, что голливудским, не то, что голливудское кино, это отстой, я не знаю, это с чем вообще можно сравнить, понимаешь. Ты представляешь, я дарю тебе, я помогаю тебе, ты получаешь в этом гигантское удовольствие, жена моя дарит мне, и еще надстройка всего этого, феноменальная, яркая сексуальная жизнь до смерти, Даня. Ну, понятно, если там живете, слава богу, до 100 уже вряд ли, но до 70-80 лет можно жить в этом кайфе, понимаешь. Это вот новое открытие американских. Дима, ты лучший. Смотрите, когда я вот рассказываю приблизительно следующим образом, что рассказывает Дима, вот только что, да, вот последнее то, что он поделился. Сексуализация с с помощью этого можно работать. Так вот, что психотравмы это понимание других процессов другого человека, проживание уровня сексуальности. Это знаете, с чем можно сравнить? Ну, вот человеком, который любит сладкое, и он вот все время может есть сладкое, ему кайфово. Он как бы не объедается, но это вот та грань и тот баланс, который позволяет ему кайфовать. Уровень тантры, да, или путь тантры, когда мы можем жить жизнь, наслаждаясь друг другом, опираясь на друг другу, получая поддержки, близость, доверие, дружбу, общие интересы и так далее, и тому подобное. Все это связующим звеном является сексуальность. И сексуальность это то, что мы не учили на школе. Это тонко настраиваемый эквалайзер, благодаря которому и нет примеров, что делай вот так и получишь только вот так. Нет, мы все сами уникальные люди, имея разные психотравмы, имея разный жизненный опыт, имея разные там моменты. Абсолютно уникальные. И поэтому состыковка двух людей это важный процесс. В союзе. В союзе. В союзе. Но посмотрите, дорогие друзья, что пары разваливаются, люди разваливаются. Но если посмотреть на биографии известных людей, несмотря на то, что да, там и сексологии уже много лет и так далее, и тому подобное, мы видим, что союз дает возможность каждому по отдельности стать еще больше и достичь чего-то за рамки их возможностей, за рамки их даже представления. Потому что это другой энергопотенциал. И когда этот энергопотенциал не расходуется на выяснение отношений, кто прав, да вообще какая нахрен разница, кто прав. Если люди развернуты друг к другу, и они смотрят на вопрос, как решить этот вопрос, а не как подкинуть петарду в и так варящийся котел там женщины, ей хочется выразить эмоции, уже там три года хочется, а вот не выражает. А тут еще петарду, ну просто там кривое слово сказал, тут оно все взорвалось, все забрызгало. Зачем? Если этот инструмент можно им пользоваться более корректно, и это корректно и для женщины, кстати, будет, и для мужчины. И тот энергопотенциал, который люди могли направить на деньги, на развитие, на удовольствие, на путешествие, там, на, да, то, что хочется. На проекты. На проекты, да. Они сливают на какие-то вещи, которые важны для эго и для меня в моменте, что я хочу доказать свою правду. Но, по сути дела, для моей комфортной жизни это может не иметь никакого значения в данный момент времени. Да вообще, ну как бы вот неважно. И соединение двух людей – это тоже важный осознанный путь, когда мы выбираем человека не первого попавшегося, а когда у нас есть возможность выбрать паузу, найти того самого, докачать свой уровень любви, что мне не нужен любой мужчина, мне не нужна любая женщина, мне нужна женщина, которая, мне хочется точнее женщины, которая, с которой мне будет еще лучше. Я знаю, как для меня есть хорошо самому по себе. Естественно, мне хочется, там, путешествовать лучше, там, кайфовать лучше, сексуально, чтобы лучше работала. И вот этот вот, вот сейчас важная мысль, что женщины реально многоуровневые. Сексуальность вот эта женская, она была поломана историческими фактами, там, психологическими моментами. И мужчина – это тот человек, который может исцелить вот это вот поломанное ядро, додать ему того, чего не хватало. И тоже время наоборот, да, так или иначе мы стремимся, девочки стремятся к любви папы, мальчики стремятся к любви мамы. Но мы это можем в отношениях сонастроить. И благодаря сексуальности, вот то, что Дима сказал, что я беру ответственность за то, чтобы моя женщина была в состоянии легкого голода и возбуждения для того, чтобы это была игра. Это не было обыденное, привет, там утром люди вышли на кухню, да, привет, привет, доброе утро, доброе утро. Ты как спал, да, вообще нормально? Это про другое, это про другой уровень людей, более осознанных, люди, которые, у которой уже не хочется ничего терять, а которым хочется становиться больше, зарабатывать больше, развиваться больше, творить больше. И вот до уровня вот этих вот сексуальностей, сексуальность – это фундамент. Будет сексуальность, будет она корректно, правильно работать, а все остальные вещи будут выстраиваться намного легче и проще. Я, знаешь, чего улыбаюсь все время, ну вот последний твой монолог, то, что хочу добавить, ну не про сексологов уже, а про людей, про землян, про жителей планеты, что я уже последние годы, ну я давно это понял, чем больше я развиваюсь в сексологии, тем больше я понимаю, насколько я мало знаю. Я в последние где-то года полтора всем говорю на консультациях, друзьям, что для меня сейчас сексология, если брать вообще весь комплекс всего, хотя бы отдаленно связанных с сексом, это наука формата, точнее размера не меньше, чем химия или физика. Это настолько гигантское пространство, потому что, опять же, то, что все мы проговорили, у большинства людей посмотрел порно, о, ну вот это вот, анальный, оральный, вагинальный, понимаешь, сексологу сходить на карты Таро. Все, это у людей вот ассоциация, что на этом секс заканчивается, это настолько гигантское. Не-не-не, на этом секс только начинается, а следующий совет пойти купить таблетку Viagra и член резиновый, чтобы было, как бы, совмещать, там, если вдруг не можешь. Да, забыл еще сказать, что все сексологи у нас являются этими, менеджерами какого-то секс-шопа, да, вот, хорошо, что напомнил. Самое главное, особенно вибраторы, которые просто на нет убивают женскую чувствительность. Конечно, иногда вибраторы нужны, наверное, когда я смотрю, захожу на страницу какой-нибудь сексологини очередной, которая сейчас распадилась тысячами, понимаешь, и она на первом месте, скидка в магазин секс-шопа и начинает рассказывать про эти бесконечные игрушки, понимаешь, но ты берешь девочку, у которой психологическая травма после развода, или у нее нет секса, у нее еще никогда не был оргазм, ты погружаешь ее в мир секс-игрушек, вместо того, чтобы налаживать ее коммуникацию с окружающим миром, с самой собой, с женщиной, с мужчиной, кто какой-либо секс любит, неважно, понимаешь, они идут с ними в игрушки, они усиливают, точнее, они не усиливают, они растягивают работу этой детской психологической травмы, или уже взрослой психологической травмы, абьюз, развод, брошенность и тому подобное, и они с помощью этих игрушек, ну, понимаешь, когда у нас можно получить диплом сексолога за 500 долларов за одну неделю, то вот такие вот у нас и специалисты, понимаешь, ну, как, в принципе, сейчас и во многих других областях, просто в других областях можно проверить, понимаешь, быстро проверить, айтишника, там, ну, не знаю, строителя, еще кого-то, а здесь, понимаешь, ляп-ляп-ляп, как ты таро. Брат, я вот тебе вот искренне вот так вот благодарен, я первый раз, я не знаю за сколько времени, за очень длительный период я поговорил со взрослым, адекватным, умным, образованным человеком в контексте сексологии, а я просто, наверное, в Убуде мы там на Бали долго жили, там вот энергии, там шакры, там все происходит, вот, но почему-то до материи не доходит, да, что-то не материализуется, но там все прекрасно простроено, все включается, сексуальность тоже на тонких планах. А давай немножко будем, наверное, заканчивать, но уже подводить итоги. Я забыл в самом начале, хотел задать вопрос, ну, забыл. Вот мне интересно, напишите, те, кто будут смотреть этот эфир и те, кто сейчас нас смотрят, девочки или мальчики, кто понимает, о чем сейчас шла речь, что такое энергетический или мегаоргазм, у кого хотя бы были судороги ног, судороги влагалища и судороги ног, или у кого был четвертый уровень, когда от судорог, ну, я называю это судорогами, мышечное сокращение всего тела или, само собой, пятый уровень. Мне хочется понять, вот просто, насколько люди понимают, о чем вообще шла речь, и насколько, ну, наше общество, там, твои и мои знакомые, которые уже окунулись в этом. Ну, и в какой-то степени это статистическая оценка, это опрос, это в какой-то степени опрос. И тоже хотел закончить еще тем, что вот смотри, выписал это на эту же тему, признаки мегаоргазма, просто не успели об этом поговорить. И просто хочу людям сказать, чтобы девочки и мальчики тоже понимали, чтобы не летали бы люди, чтобы не было этой дурацкой имитации оргазма. Это вообще самое страшное. У меня когда были отношения, когда я десять месяцев прожил с девочкой, у нее не было вообще ни одного оргазма. Имитация была такая. Мне это нравилось, ей это нравилось. Это просто со стороны, какое порно? Порно отдыхает, понимаешь? Конечно. И там все просто заблокировано было до такой степени, что, ну, по определенным причинам, что даже я, сексолог, не мог, кстати, ничего сделать. Это просто включалась музыка, звуковое сопровождение сразу. И идет имитация. Ты еще не успел к ней прикоснуться, и там имитация просто космического уровня. Поэтому я сейчас не как кого-то подстебать, а просто хочу прочесть вот эти вот мои признаки, как лучшего сексолога Украины, которые я характеризую. Что такое женский оргазм? Неконтролируемый кашель сразу после оргазма. Это вот признак сильного оргазма. То есть когда ты не можешь держать кашель из-за работы диафрагмы. То, что я говорил, диафрагма настолько… сокращение мышц и тканей происходит настолько сильное, что диафрагма перестают подавать подачу кислорода, короче, в легкие. Сильные вибрации всего тела и венок, я уже сказал. Учащенное сердцебиение, высокий пульс. Без этого, когда кто-то говорит, что у нее был оргазм или девочки, если у вас не изменилось сердцебиение, учащенный пульс, вообще думать даже забудьте, что это был хотя бы намек на какой-то оргазм. Другие глаза, я так и написал другие глаза, я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. Женщина, у которой произошел оргазм, она смотрит на мир, как, я не знаю, какой-то, допустим, ребенок, который впервые попал с бетонных джунглей в Кенийский народный парк, к примеру. Ну, короче, это понятно, что такое другие глаза. Из этих глаз выливается, я не знаю, как это назвать, счастье. Вот из них выливается счастье. Покраснение кожи, это касается уже даже первых уровней оргазма. Если нет покраснения кожи, груди, щек, горла там, ну, в верхней части груди и тому подобное. Пот тоже самое. Оргазм без пота, девочки, ну, я не верю. И судороги пальцев, рук и ног. Это только такое, что быстро готовился к эфиру, это только самые абсолютные признаки того, что это действительно был оргазм. Потому что без этого я просто, я не то, что хочу там кого-то сейчас стебануть, я просто хочу, чтобы люди развивались, ребята, мальчики, девочки. Я хочу, чтобы у вас были феноменальные оргазмы, чтобы каждый мужчина создавал для своей женщины такое удовольствие, при котором, я же говорю, мы умножаем это на десять, женщина умножает на тысячу. Знаешь, есть фраза, дай женщине семя, она родит личность, дай женщине продукты, она приготовит самый лучший обед, понимаешь? Дай женщине какое-то, ну, купи что-то с магазина, она сделает красивым дом. Женщина все умножает в тысячу раз. Я вот поэтому хочу, чтобы вы не витали в этих иллюзиях, имитациях оргазма. Женщины, кстати, имитируют оргазм даже мужчины, даже у меня в жизни такое. Бывало, что мне надо было имитировать оргазм. Это так, для честности скажу. Я про себя могу вообще рассказывать абсолютно все. Все самое вредное и гадкое, что было в моей жизни. Поэтому, чтобы не было иллюзий, чтобы вы понимали, что это гигантское, вот на этом хочу закончить наш эфир, что секс – это гигантская территория, что оргазм женский – это, ну, я не знаю, с чем это сравнить. Это вот моя квартира и масштабы Киева. Вот это примерно вот так можно сравнить, понимаете? Оргазм – это колоссальная гигантская территория. Это пространство. Женский оргазм – это гигантское пространство. Поэтому хочется, чтобы люди понимали это, открывались, находили или сами искали информацию, или находили прекрасных экспертов, которыми мы в том числе являемся. Кстати, экспертов очень мало, ты знаешь, мне постоянно девчонки сбрасывают. Вот тут появился, называет себя лучшим сексологом. Я открываю его эфир, смотрю, говорю, да, я все это тоже самое делаю, только я еще это делаю бесконтактно, к примеру, понимаешь, про мега оргазм. Поэтому, ну, я, может это как-то слегка высокомерно прозвучит, я себе сейчас не знаю ни одного конкурента, вот честно тебе говорю. Звучит, конечно, высокомерно, но мне никто не сбрасывал ни одного человека, который был бы, делал что-то круче, чем я, и опыт круче, чем я, и ширина инструментария круче, чем я. Поэтому границы, их нету, их просто нету. Развиваться, развиваться. И я знаю, что через пять лет я буду себя Владимирского в 23-м году вспоминать как пацана, а не сексолога, понимаешь. Я это знаю, потому что здесь необъятные просто просторы для исследования и изучения. как-то так. Да, я полностью подтверждаю все Дима и слова. Это тот человек, вот сколько я его знаю, этот человек исследует, копает, находит, создает. Вот, кстати, ту вот трансформационную игру, которую я проводил на Вали, сейчас будем проводить в Таиланде, Лентима. Это вот Дима с сыном Владимирским придумали очень давно. Но вот создавали... Не для бабушек, не для бабушек. Не для бабушек, да. То есть все направлено на то, что мы делаем. То есть этот человек, он изучает и копает в этом направлении, он перелопачивает тонны информации о размышлении, общении с другими людьми, сексологами. И, действительно, это та наука, которая сейчас только начинает развиваться. Только начинает. Зародышем. Потому что на этом все строено. Не выстроены подходящие половые конституции, сексуальные импринты, доверие, близость между партнерами. Невозможно создать гармоничные отношения. Да, возможно создать союз двух друзей. Подписать брачный контракт. Партнеров, сожителей. Сожителей, да. Или бизнес-партнеров. Но вот это вот самое ценное, глубокое переживание, которое мужчина может дать женщине, а женщина-мужине, все ради чего, собственно, благодаря чему родилась целая вселенная. Там, действительно, безграничные возможности, которые обусловлены уровнем энергетики, лунными сутками, месячной эволюцией женщины, условиями те, которые есть. И поэтому эта история углубления в сексуальность, она не может наскучить. Она не может надоесть. Потому что вы будете получать каждый раз абсолютно новое проживание сексуальности с тем же самым партнером. Вот вроде ничего не меняется. И место тоже, и все то же самое. Но работает все по-другому. Даня, 24 на 7 последних 6 лет я живу просто в этом. У меня телефон, я написал, я посмотрел 6,5 тысяч статей за последних 3 года. Это практики, это ритуалы, это философия, теория и тому подобное. Я живу в этом. Я подтверждаю твои слова. 24 на 7. Моя жизнь полностью погружена в секс. Все разговоры с друзьями, ну понятно, консультации, клиенты. Это само собой. Все только об этом. И я тебе скажу, мне мало. Это, чтобы я прочитал все эти исследования, которые я сейчас хочу по нейрофизиологии, по сексу, по тандре. Ну мне не хватит трех жизней. Понимаешь? Трех жизней. А у людей, опять же, анал, вагинал, орал. Порно. Понимаешь? Ага. Пока не услышим. Хорошо, друзья, мы будем потихонечку с вами заканчивать. Я вам хочу сказать, что к Диме вы можете обращаться за консультацией, вы можете обращаться за обучением, в том числе по энергетическому оргазму, вообще по всем вещам, которые касаются сексуальности. Это действительно кладет знаний, которые… Вот просто человек, который действительно номер один в Украине, ну вот которых я знаю по количеству, объему знаний, практик и вместительности данного индивида, это просто вызывает у меня личное восхищение. Мы в ближайшее время анонсируем с Анаэль тренинг игру, который называется «Выбор партнера». Это как раз вот о том, о чем мы говорили с Димой, а о том, чтобы исключить, трансформировать и немножко переписать вот те паттерны, которые есть у нас, обрести самоценность, понять, зачем мне вообще отношения, а самое главное понять, какие отношения я хочу, корректировать этот запрос, какие отношения я хочу в течение жизни, потому что мы меняемся, отношения меняемся. Исходя из этого энергопотенциала, я нахожу того партнера, который мне соответствует, потому что я хочу свой энергопотенциал, свое свободное время, свои ресурсы, свое пространство, да, я хочу сделать больше. И вот выбор этого партнера, формирование правильного запроса, как на собеседовании, все очень просто, особенно для женщин это важно. что я хочу не просто мужчину, я хочу лучшего мужчину, потому что этот мужчина достоин меня и не с, опять же, не с эго конструкции, смотрите, у меня есть попа, грудь и вообще вот я губы тут накачала и у меня тут инвестиция на 15 тысяч долларов, пожалуйста, содержи меня. Нет, это абсолютно про другое, это про тех людей, которые уже хотят качество отношений, то, которое вот мы говорили с Димой, да, это то базис, с которого уже надо начинать, когда у людей изначально они не ругаются за тюбик зубной пасты, им вообще это нафиг не надо. Они обсуждают уже абсолютно другие цели, они смотрят на жизнь абсолютно по-другому и действительно те люди, которые меняют, ну, условно говоря, навык создания отношений, это тоже навык, навык подбора правильного партнера, с которым возможно вот то, что мы с Димой сейчас обсуждали, это все туда же. А для того, чтобы это развить, для того, чтобы это укрепить, есть такие специалисты, как Дима, есть такие специалисты, как я, Анаэль. Собственно, все эти люди, которые вещают что-то на славянском пространстве, да, на тему сексуальности, развития энергетики, тантры и всего-всего остального, их немного. Но это очень важно, то, что в ближайшее время поможет людям жить намного другое качество жизни. Анаэль. Подтверждаю полностью. Хотел сказать моя любимая фраза в выборе, она такая смешная, может кому-то непонятная, а самое главное, знаешь, что сам выбор. Очень часто ко мне приходят люди, такая смешная, я думаю, ты меня понял. Приходят ко мне пара консультаций или девочки приходят, я говорю, ты понимаешь, что ты изначально сделала ошибку, которую, ну, ее невозможно уже исправить, ты выбрала вообще не того человека. И таких случаев, ну, просто колоссальное количество. Просто колоссальное. Да, вот я тогда не понимала, уже вроде взрослая, 30, 35, 26, 40, понимаешь. И выбирают людей, ну, с ними вообще невозможно жить, не во виду. Бывает и мужчины выбирают таких женщин, такое, конечно, реже, но тем не менее, понимаешь. И вот тема выбора, она, я бы сказал, 70 процентов. Поначалу это 70 процентов, понимаешь. Потом уже, если ты уже выбрал, там уже надо поднимать другие методики, виды терапии, исследования себя внутри пары и тому подобное. Но изначально, ну, процентов 80 даже, если не 90, это правильный выбор. Поэтому абсолютно с тобой согласен, что такие программы очень сложные. И вот мы как раз отошли от темы отношений, создания отношений, там фиолетовых, близнецовых пламен, там разная вот эта вот тра-та-та. Мы поняли, что невозможно передать тот опыт, который формируется благодаря двум уникальным людям, в определенных условиях, в определенной точке планеты. Но при этом все, вот то, что ты сказал, то есть отношения создаются двумя людьми на основе того, что у них туда загружено. Из этого они там что-то создают. А вот выбор партнера, чтобы было с кем вообще это создавать, чтобы было с кем общаться, чтобы было с с кем, кто вообще понимает этого человека, кто настроен с ними, резонирует на том. И основной момент, вот Дима классно сказал, это выбор. что мы не делаем выбор. И это выбор, и мужчины не бойтесь делать выбор. Выбор это не то, что вы там делаете до конца вашей жизни, вы будете платить ипотеку, там содержать тещу, там троих детей. Это про другое. Это про то, что я сейчас тотально на сто процентов выбираю эту женщину, я готов в нее инвестировать. Возможно, это завтра или через месяц закончится, но на данный момент времени это тотальный выбор именно конкретного человека. Это не простраивание запасных путей и открывание там запасных дверей. Если что, я там на остановке сойду. Это никогда не родит вот те духовные и эмоциональные переживания, которые мы с вами обсуждали. Как только женщина занимается мужчиной, и у него где-то там открыта запасная дверь, что на первой остановке я сойду, и это тот мужчина или не тот мужчина. Энергообмена магии не получится. То же самое наоборот. И вот тотальность выбора в моменте мы не можем выбирать на вечность, потому что мы все когда-то умрем. И мы не можем планировать, потому что все очень быстро меняется. Но мы можем действительно на этот день, потому что каждый день это процесс перерождения, выбрать этого партнера и сделать так, чтобы оба в этом союзе или в этих отношениях, в этом коммуникации приумножились. Я, знаешь, на эту тему говорю про секс, но это сейчас тоже будет очень в тему сказать. Я вот всегда говорю своим клиентам, друзьям, подругам, если ты уже пришла в постель, это про секс, то будь тотальный там. Если ты уже выбрала этого партнера, ну правда, правильно надо выбрать, то будь тотальный в отношениях или тотальным в отношениях, понимаешь. Ну вот перефразируя твои слова, точнее не перефразируя, а добавляя, я с тобой абсолютно согласен. Иначе зачем? Как я говорю, иначе зачем ты пришла в эту постель? Зачем? Продать себя? Да, про любовь тоже важный момент, хотелось бы подчеркнуть, вспомнил, что я забыл. Любовь. Люди путают, вот исследование моё личное любви, люди путают влюбленность, определенный набор гормонов. Гормональный всплеск это называется. Гормональный всплеск. И любовь. Так вот, любовь, влюбленность может вспыхнуть благодаря определенному набору и контексту, а любовь, она рождается в процессе взаимодействия этих людей и чаще всего путь, да, который основанный на доверии и на уважении к этому человеку. И вот то, что ты что-то рассказывал, да, у меня часто люди спрашивают, а где же тут любовь? Вот ты там корость какую-то, да, выбрать вот такого партнёра, выбрать такого партнёра, а вот этот мне не подходит, потому что он какой-то там не такой. Ребята, а как у вас родится любовь, если у вас нет изначальных точек преткновения? То есть любовь родится в моменте, что я действительно выбрал этого человека. Я своему мозгу дала основания, что я этого человека выбрала, там посмотрела в джиотиш, посмотрела там в human design, посмотрела, что у него там третий дом на тайной карте там неопределён, могут быть проблемы в будущем при осознанной коммуникации. И такие моменты, да. Но выбрать этого партнёра на какое-то время, обозначить контекст, что мы вот взаимодействуем на основе вот этого. Мы смотрим туда, потому что мы хотим действительно вместе что-то становиться больше, исследовать сексуальность, создаться друг другом, путешествовать, зарабатывать больше денег. То есть это уже союз, а не брак, как было раньше. И действительно любовь рождается в моменте. И любовь действительно вот по моим наблюдениям, что если люди изначально совпали и выбрали друг друга, знаете, как на тренинге бывает, выходит человек и говорит, слушайте, у меня запрос вот такой. И находится в зале другой такой человек, с которым ему этот запрос резонирует, и он подходит и говорит, я буду твоим боди, давай делать эту практику вместе. По жизни всё то же самое. Наличие или отсутствие любви, с какой позиции мы наблюдаем, каких людей мы видим, ретипулярная формация, что мы в этом всём замечаем, да, на основе чего. Создание любви и отношений на базе. У этого больше шансов, что родится любовь. А вот любовь не может родиться в том состоянии, когда женщина лежит, смотрит на этого пыхтящего сверху мужчины, с которого падает пот и думает, боже, когда же это всё закончится. Вонючий пот. Да, 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 да. Как меня это всё достало и неужели он не мог помыться перед сексом. И там любви, к сожалению, не может родиться, но просто потому, что не может. Вот потому. Я вспомнил, как ты сейчас говорила, это как раз про мою любимую практику, одну из самых любимых практик от моего любимого льва, планеты обезьян. Вот то, что ты последние две минуты говорила, это как раз про это, понимаешь? Чтобы увидеть, ты понимаешь, о чём, чтобы увидеть реально, в какой жизни мы живём, кем мы являемся. Вот тантрические вот эти глубинные, огромные, длительные практики, они, конечно, очень круто могут подсказывать и трансформировать человека, когда мы видим себя со стороны или сверху. Я говорю, посмотри на футбольное поле сверху. Я понимаю, что Лобановский сидит рядом, он великий тренер, но он не всё видит, ну своим мозгом. А чтобы увидеть моментально картину нашей жизни, научитесь смотреть на неё не изнутри, а посмотрите на свою картину отвлечённым взглядом сверху, на своё футбольное поле с высоты камеры, которая там под потолком ездит. И тогда вам сразу становится всё понятно. Ну, намного больше понятно. Ну что ты говоришь? Да, и обращайте внимание на работу высшей сексуальности. Если тухнет сексуальность, тухнут отношения. Там, где работает и функционирует правильно сексуальность, дополненная энергетикой, дополненная любовью, там есть все шансы, что родится любовь, родится уважение, родится долгий союз на долгие годы. Я всегда показываю, первая чакра у всех работает, потому что если она не работает, то всё, хана, мы сдохнем. Но вторая чакра, если пережата, наверх ничего не поднимается, семья разрушается, всё. Если вторая чакра не работает в семье, у мужчины и у женщины, или хотя бы у одного, семья заканчивается, потому что энергия не идёт дальше. Ни до какой любви она уже не доходит, понимаешь? Приятельские отношения, сожители, родственники, брат и сестра и то такие, что это ни о чём. Благодарю тебя, дорогой, за этот прекрасный эфир. Я ещё раз искренне рад пообщаться с взрослым, адекватным, образованным человеком. Взаимно, дорогой. Физология, прям кайф, я кайфанул. Вот. И к Диме за обучение, у неё много материала, посмотрите в инстаграм, там огромный тоже кладец знаний, которыми он делится на обучение по энергопрактикам. В общем, у тебя очень много чего. Да, переходите, смотрите в сторисах, много у Димы информации. А мы с Анель в ближайшее время будем запускать выбор партнёра тоже. Приходите, кто хочет, устал от отношений, которые двигаются по кругу, да, кто хочет из них выйти и создавать отношения по-другому тоже. Пишите вопросики, если вам интересно, мы на них ответим само собой, Данил, я. И если интересно какую-то следующую интересную тему для эфира, я же думаю, Данил против. Своей сексуализацией мы можем, там, три темы, допустим, поднять в следующем эфире, потому что, ну, такие эфиры, я не знаю, меня даже, они, вроде бы, ну, мы просто болтаем с тобой, пять лет не виделись, я имею в виду вживую, но, тем не менее, это, мне это доставляет космическое удовольствие. По тем же причинам, что и ты сказал про меня, потому что крайне мало коллег, ну, у меня нет коллег, понимаешь? Ну, где-то они есть, там, два-три человека на планете есть, но общаться не с кем. Ну, Дима, это уникальный человек, это практический сексолог. И когда у нас Шулька была, практикующая, да, между нами, там, 70 или 90 километров оргазма, да? 100 километров оргазма, Данил устроил, неосознанно устроил мне и такой в жизни опыт. Когда мы ехали в Карпатах, у меня на заднем сиденье, точнее не у меня, а у девочки было 100 километров оргазма. Чего я только не изобретал в своей жизни, и ты в этом, да, тоже участвовал. А дороги в Карпатах кривые, там был пассивный оргазм 100 километров у девочки, нашей подруги. Мне не особо приходилось трудиться. Да, чего такая. Я, знаешь, сейчас будем прощаться, я выписал, тоже тебе советую, я выписал у себя яркие сексуальные эпизоды моей жизни. У меня еще там на данный момент 340 или 350. Вот такого примера, вот это там случай, конечно, тоже записан. То есть это феерия просто, понимаешь, когда мы создаем в своей жизни не просто банальный, даже самым любимым человеком секс в спальне под одеялом, а вот это все создает нашу феерическую сексуальную жизнь. Потом, когда ты этот опыт имеешь 1, 2, 3, 5, 350 у меня подобных эпизодов, и ты, во-первых, ты людям можешь давать, ты комбинируешь. У меня раньше когда-то еще последняя фраза, Даша, ты знаешь о ком я говорю, когда-то поучаствовала в моем очень мощном развитии. Я до этого всегда, святые постулаты Тантры, Льва Тетельникова, Эзры моего, всех моих учителей, все, что я услышал, я должен точно так же любую практику. Льва я должен проводить слово в слово, движение в движение. Сидим мы когда-то с Дашкой на семинаре, с утра обнимаемся второй день, я говорю, Даша, а что мы сегодня даем? Она, блядь, я тетрадь забыла. Я говорю, как тетрадь? А что делать? А бежать далеко, до спального места. А что делать? Да сейчас что-то придумаем. Я говорю, в смысле что-то придумаем? Я говорю, я посмотрю, какая группа сейчас, в каком состоянии придет группа, то и в голове скручу. И я такой сел, завис, а до этого у меня, боже, все мои учителя надо делать. Понимаешь, к чему это, да? Когда у тебя у самого огромный опыт жизненной сексуальности, ты, во-первых, своим, я написал больше, я же говорю, больше 160 сексуальных титуалов только написал. Ты комбинируешь, люди приходят, ты моментально из своего опыта достаешь, ты понимаешь, что сейчас поможет, что сейчас поможет. То есть картотеку вот этих, своего личного опыта, опыта своих клиентов, подобных вещей нужно создавать для того, чтобы… Ты становишься шикарным поваром ресторана Мишель, ты становишься Месси, ты становишься Рональдо, понимаешь? И вот из этого всего рождаются прекрасные вариации. Самое главное, что у нас есть возможность, чем отличается, ну, в моей критерии, прокачанный человек от непрокачанного человека. Прокачанный человек может прийти туда, куда он хочет, к Месси, к Рональдо, к какой-то планке. Пикассо, куда угодно, да. И это он выбирает. То есть он может отсюда спуститься сюда. Но если эта планка не взята, то невозможно отсюда увидеть вот это. И сексуальность – это то, что образующее пространство для нашей с вами жизни. Однозначно. Все, благодарю тебя, дорогой. Чудесного дня. На связи. Сохрани эфир обязательно, нажми на правильные кнопки сейчас, а я тебя убью, если не сохранишь эфир. Он был очень крутой. Все, обнимаю, люблю тебя. Все, до свидания. Пока-пока. Пока. Спасибо.